Существует ли связь между иезуитами и коммунизмом? Это долгий разговор, но проще говоря, коммунизм возник по инициативе католической церкви. Даже сам Папа является самым настоящим коммунистом. Как-то они послали иезуитов в маленький русский городок, где они желали распространить католическую веру. Это я узнал от своего надежного сотрудника, человека по фамилии Бабенко. Он сообщил о том, что после безуспешной попытки достичь этой цели, они заменили весь состав иезуитов двойным их количеством в этом городке. После долгих лет работы они не имели никаких результатов. Поэтому на одной из своих больших встреч в Ватикане, где встречаются высшие должностные лица, они решили, что единственным способом распространить католицизм в России заключается в том, чтобы забрать их детей от родителей и воспитать их по-своему, удалив их от православия. Эта цель была тщательно спланирована, и для этой цели они решили распространить коммунизм в России. Это привело к так называемой диктатуре большевиков, что со временем изменило позиции христиан, лишенных своей веры на мировоззрение большевиков. Если масонское приветствие было вот такое, вот он стоит на трибуне, там, Каганович, он не так руку держал, а он держал руку вот так. Это тоже масонский житель. Вот. И обязательно галстук. Тех наших ребятишек одели в галстуке. Петля. Да, совершенно. Петля. Рукопашный бой галстук используют для того, чтобы до души человека. Итак, связь между сионистским иудаизмом и коммунизмом, по-вашему, представляет собой выдуманную историю? Да, в определенной степени. Но все же они использовали и евреев настолько, насколько смогли. Итак, римская католическая церковь использует также и евреев. Они используют всех и каждого, кто может посодействовать их планам и целям. Но многие писатели пишут о международной еврейской тайной организации, апеллируя к историческому материалу, показывая роль евреев в мировых событиях. Получается, что они использованы в качестве козлово отпущения, чтобы взять на себя все ненужные обвинения. Совершенно верно. Все происходит именно так. Возможно, вы читали книгу под названием «Сионисты готовятся завладеть миром» или что-то в этом роде. Я имею также одну из книг, которую не так легко достать, к тому же это может сделать не каждый. У меня есть такие возможности, хотя это требует времени. К тому же я могу достать вам некоторые книги только для того, чтобы вы хранили их у себя. Я хотел сказать следующее. Когда сионисты получили весь огонь на себя в результате того, что католики поддержали издательство подобных книг, то как вы думаете, с какой целью Гитлер расправлялся со всеми евреями? Он это делал для того, чтобы избавиться от этой надуманной угрозы захвата мира сионизма. Он сделал то, чего от него хотели антисемиты. Но антисемитизм ведь существует и действует. Неужели католики также пытаются взять под контроль и это движение? Католики имеют особый совет из 300 человек, которые занимаются только тем, что думают о том, как, где, когда и с чьей помощью им достигать своих целей и исполнять свои планы. Война во Вьетнаме имеет только одну причину. Соединенные Штаты были использованы для того, чтобы распространить католицизм во Вьетнаме. Что вы думаете об организации «Рыцаря Колумба»? Я знаю слишком много о них. Слишком много, чтобы все рассказывать. Я понимаю. Но я скажу одно. Эта организация обладает большим влиянием в Соединенных Штатах. И они имеют связь и с армией Истачи. С армией Истачи? Да. Присутствует ли организация «Рыцаря Колумба» в других странах? Везде, где только католицизм имеет влияние, там имеет влияние и эта организация. Являются ли «Рыцаря Колумба» филиалом Ордена Иезуитов? Они все действуют сообща, в одной связке. Знаете ли вы что-то о связи между римским католицизмом и масонством? Они связаны и сплетены. Вы хотите сказать, что римский католицизм практически манипулирует и контролирует масонами? Римские католики достигли такого уровня, при котором они контролируют очень многих. Это имеет отношение также и к масонам. Неудивительно, что масоны имеют на главных постах католиков. Нашим обществом руководят сумасшедшие люди, преследующие сумасшедшие цели. Я думаю, я понимал это еще, когда мне было 16 или 12. Всегда. Но всю свою жизнь я выражал это по-разному. Всю свою жизнь я пытался это сказать. Но сегодня я могу это сформулировать. Нами руководят маньяки ради собственной финансовой выгоды. Если бы кто-нибудь смог записать, что наше правительство, что американское правительство, русское или китайское, что они пытаются сделать, и чем, по их мнению, они занимаются, я бы с удовольствием хотел бы это узнать. Мне кажется, они все сумасшедшие. Но за то, что я говорю это, меня сам могут почитать сумасшедшим. Вот это есть безумие. У нас тщательнейшим образом все средства массовой информации у нас в России куплены вот этим мировым правительством, вот этими глобализаторами. Джон Коллиман это сотрудник английской разведки, полковник английской разведки МИ-6. И он 30 лет служа в разведке, изнутри изучал тайные механизмы управления всеми глобальными политическими мировыми процессами. И в этой книге этот разведчик, профессионал высочайшего уровня, пришел к выводу, что всеми глобальными политическими мировыми процессами управляют 300 богатейших семейных кланов мира. Он их так и назвал, комитет 300. Джон Рокфеллер принял самое активное участие в создании комитета 300. Он поддержал и хорошо профинансировал Всемирный сионистский конгресс в Швейцарии. Именно с этого заседания в Базеле в 1897 году русские разведчики выкрадут скандально известные протоколы сионских мудрецов. Кражу совершила русская разведчица Юлиана Глинка. Где соблазнением, где подкупом, она подобралась к самым закрытым членам масонской ложи. И одного из них, Шапира Шорста, уговорила продать ей копии протоколов. За определенную сумму денег он согласился вынести кое-какие документы, но только на ночь. Документы она копировала, потом они были возвращены. Шорста, кстати, этого заподозрили, в конце концов его убили. Хотя, не менее, эти документы поступили сюда, в Россию. В 1903 году похищенные протоколы были изданы в России в сокращенном виде. Начался страшный скандал. Все были возмущены циничными планами миллиардеров на установление мирового господства. Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие – правилом для правительств, которые не желают сложить свою корону. Создав всеми доступными нам путями, с помощью золота, которое все в наших руках – общий экономический кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы. Основные пункты этой программы повторяют так называемый «Новый завет от сатаны» – программный документ ордена. И только сейчас, сто лет спустя, стало известно. Вместе с протоколами русская разведка выкрала еще один документ, помеченный грифом «Совершенно секретно». В нем были описаны планы организации крупной морской катастрофы в начале 20 века. В 2014 году американское посольство в Киеве организовало расстрел наемников, которых само же и наняло, после чего произвело их в Героя Майдана. Именно этот расстрел погромщиков дал возможность американскому послу Джеффри Пайету, которого после этого убрали из Киева, чтобы не маячил, поехать в Раду, и Джеффри в Раде произнес возбудительную речь. И Рада тут же поняла, что ей надо в полном составе перейти от Януковича на сторону США. А переход Рады на сторону США вызвал побег, а то, может, и убийство Януковича. Затем было сфабриковано марионеточное правительство хунты, возглавляемое сначала Турчиновым, потому что именно же Турчинов был для этого подрядчиком ЦРУ по строительству здания американской тюрьмы в Литве. И ЦРУ его отлично знал, как своего человека. Герои Майдана были первой волной. Вторая волна, герои АТО стали ощущать, что уважуха для них уже кончилась. И их все больше презирают. АТОшники все чаще стали получать в морду за слова «Пока вы тут отсиживались, я за вас кровь проливал». Более того, АТОшников наниматели сливают и, кроме того, АТОшников всадят в тюрьмы. Ничего личного, просто бизнес. Повоевал, награбил, теперь заплати за свободу, либо иди в тюрьму. Так устроена американская система и так она поступает с теми предателями, которые на нее работают. Американские деньги, американское оружие. После того, как не удалось, Сталин перехватывает, якобы высылает Троцкого и Любавицкого Рэба. Потому что о Троцком высылке все говорят. А за Любавича молчат. А за Любавицкого Рэба, да, везде молчат. А именно Любавицкий Рэба и Хаббат и сделали и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну. И революцию они делали. И все революции на сегодняшний день, они воины, все делают Хаббат. И они же являются учредителями государства Украины. Они были учредителями Российской Федерации. Но просто потом власть не перехватили. Кто перехватил власть? Парижский клуб. Парижский клуб? Да. А Парижский клуб, кто за Парижским клубом стоит? А за Парижским клубом тоже стоят масоны, тоже евреи. Что происходит? Оказывается, чего они не могут достичь, не могли вот за весь этот период, за 300 лет. Они почему лезут? Они все хотят поднять русскую душу это и вычислить ее. Почему? Потому что образы. То есть мы мыслим образами. То есть и достаточно образ запустить, и все начинает работать, и все начинает осуществляться. Достаточно просто подумать, и это уже произошло. И это начнет происходить, то есть мысли даже достаточно. И причем неважно, где бы ты ни находился, ты мысль запустил, и все и начинает происходить и реализовываться. Почему все театры они захватили? Потому что театр это мощнейшее оружие. Миниорадор мыслей. Образов. Образов. А запустив образ, ты уже все реализовал. Белое масонство или организация масонского типа с отделениями во многих российских городах, с общим членом около 100 тысяч человек. Но это прежде всего фонды. Фонд Сороса. Соросов, Анасьев, Бакланов, Заславская и тому подобное. Фонд культурной инициативы. Фонд Конгресса США. Международный фонд экономических и социальных реформ. Шаталина, Балкина, Бакатины и другие. Орден Орла. Вот это орден Орла, в который стремятся попасть все депутаты. Значит, наши. Наши думы. Почему? Если ты попадаешь в этот орден, ты становишься непотопляемым. Ты попадаешь в ту колоду карт, которая даже если провела одно дело, перемещает на очень хорошее другое место. Это Бегишев, Смоленский, Бунич, Церетели, кстати говоря, Соловьев. Масонский храм, под стенами Кремля и тайный обряд посвящения. Куда мы сейчас спускаемся? Мы с вами сейчас идем в храм. В храм, в котором собираются наши братья. Сюда? На своих собраниях. Неприметный подвал в центре Москвы. Непосвященный никогда не догадается. Здесь действует масонский храм. За этот порог еще никогда не пускали чужих. Честно вам признаюсь, первый раз в масонском храме. Вот что здесь? Ну это и неудивительно, да? Потому что, как правило, мы в свои храмы не пускаем. И это традиция, которая существует уже много столетий. На старшем курсе вы вступили в череп и кости. Не уверен, что нам стоит говорить об этом. Но народ Америки должен знать, к чему секреты. Ну, конечно, должны. Но какие секреты, бог с вами. Одно могу сказать, это не имеет ничего общего с теорией заговора. Скол и Бонз, the secret society, yeah. The rule is, if someone mentions Скол и Бонз, you walk out of the room. If you're both in a presidential debate, and the moderator says Скол и Бонз, you both leave the podiums? I doubt it. You'll hang in there. I think you'll see both of us have a terrific... You know, I'd love to have a debate with the president right now. Я всего лишь цитирую из разных источников, из разных интернет-сайтов. Вы можете сами проверить. Для того, чтобы показать вам, кто управляет сейчас государством. Давайте посмотрим. Билл Клинтон, масон 33 степени. Ньют Гингридж. Боб Доул. Джек Кем. Сторм Тур. Джесси Хелмс. Барри Голдвотер. Все они масоны 33 степени. Эл Гор неизвестно. Билл Клинтон, Джеймс Монро, Эндрю Джексон, Эндрю Джонсон, Рузвельт, Уильям Тафт, Франклин Рузвельт, Хардинг, Линдон Джонсон, Джеральд Форд, Рональд Реган, Джордж Буш. Все это масонские президенты. Искак Рабин, Ясер Арафат, Принц Филипп и многие другие. Еще один источник. Саддам Хусейн. Интересно, как он имеет причастность к этому. Масон 33 степени. Тони Блэр. 33 степени. Герхард Шрёдер. Масон 33 степени. Бенемин Нетаньяху. Масон 33 степени. Ясер Арафат. Масон 33 степени. Рональд Рейган. Михаил Горбачев. Гельмут Коль. Шимон Перес. Также Франсуа Миттеран. Масон 33 степени. Искак Рабин. Вилли Бранд. Все эти известные политические деятели были масонами. Также Иосиф Сталин принадлежал к Иллюминатии. Также Леон Троцкий был членом ложи масонов. Генри Киссинджер. Эдгар Гувер. Также Сисель Роудс. Алистер Краули. Уолл Дисней был масоном 33 степени. Олаф Пальма, Эл Гор, Тони Блэр, Джозеф Менгеле. Один из массовых убийц нацизма. Он принадлежал к Иллюминатии. Роберт Макнамара. Кого тут только не встретишь. Билли Грэм. Извините, пойдем дальше. Здесь же Джон Гленн, Баз Альдрин. Все космонавты, кто были в космосе, были масонами. Каждый, отправлявшийся в космос, должен был быть масоном. Вот еще некоторые имена. Франсис Бейкон, Лорд Дэвид Оуэн, Джимми Картер. Я только пробегаю некоторые имена. Королева Елизавета является королевой Бильдербергского клуба. Принц Филипп, королева Беатриса. Все они принадлежат клубу 300. И так мы можем продолжать до бесконечности. Рокфеллер, Тед Кеннеди, Барон Ротшильд. Также Хилари Клинтон является грандамой шестой степени. И многие, многие другие, которых вы уже хорошо знаете. Это Эдгар Гувер. И здесь президент Двайт Эйзенхауэр вручает ему крест 33 степени во время церемонии в Белом доме. И они уже никого не стесняются. А здесь мы видим почти все президенты Соединенных Штатов являлись... Эти снимки я сделал сам. Я зашел в ложу масонскую, зашел в президентскую галерею и сфотографировал всех их. Витя, так же, как и вертушка масонства, так же, как Ротшильд и Берлина, имелым идолом Бахометы на индийском образовании. Был таким же сатанистом. Приводите от жертвоприношений, которые приносились в лагерях смерти в газовых камерах кремоплоев, были ритуалами, и совершали их еврейские равнины кабаристы в соответствии с кабаристическими процедурами. И кетчевские матория оформлялись под идолом Олаха, о чем я еще не могу говорить. Таким же ритуальным жертвоприношением было и убийство русского царя. Ритуальным жертвоприношением было и убийство троцкистами более 30 миллионов русских и других коренных жителей России. С 18 по 1936 год. А вот слова Троцкого. Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми меграми, в которой мы дадим такую террорию, какая не снилась никогда самым страшным деспотом Востока. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на проблемальных обломках ее укрепим власть сионизма и встанем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. С каким наслаждением нашей юноши в кожах, в куртках, физически уничтожен русскую интеллигенцию, офицеров, инженеров, учителей, священников, генералов, агрокомов, академиков, писателей. В 1939 году герец с особой заслуги перед Германией в деле уничтожения русского населения накатил Троцкого титул истинного коренца. Люди, которые говорят о Сталинских репрессиях, не очень говорят о том, не очень понимают о том, что говорят. Сталин, безусловно, преступник, но именно Сталин мы обязаны тем, что наш мир еще существует. Если бы не Сталин пришел в власть Атроцкийский во главе с Троцким, то была бы уничтожена церковь, был бы уничтожен русский язык, и в итоге был бы уничтожен весь мир. Именно Сталин не позволил глумачарству провести крюмо-губийского языка с переходом на латиницу. Именно Сталин не позволил уничтожить память мир русской культуры, в том числе собор вашего Василия Блаженного, на чем наставил Карамович. В своем последнем интервью Гитлер так отознался о причинах неудачи Гринскрига. Главной причиной он ставил чистку троцкистов, которых провел Сталин перед войной. Гитлер говорил, что с троцкистами уже была договоренность о капитуляции Советского Союза перед Германией. Эта чистка нарушила планы Гитлера. Вот Вторая мировая война, как и Первая, была таким же каббалистическим жертвоприношением. Таким же каббалистическим жертвоприношением были атомные бомбы в Терасиме и на Казаке. Их применение сопровождалось в службе в марсонских храмах. И таким же каббалистическим жертвоприношением является 11 сентября. 11 – цифра магическая каббалет, а 11 сентября – это дата усидновения головы Яна Шестителя. Таким образом, вот посмотрите, дальше они приводят. Плаг команды корабля «Аполлон-2», побывавший на Луне 21 июля 1969 года, в центре – масонский орел. Над головой орла треугольник с цифрой 33. Сверху справа символ 33, что соответствует высшей степени масонского посвящения. Ниже циркль, наугольник и, конечно, буква «Г», как основной символ масонства. Сравните орла на плаге с гербом Госбанка России. В левом верхнем углу «Орел» – герб Госбанка России. Госбанк входит в международную финансовую систему, масонскую пирамиду. Поэтому «Орел» на российских деньгах больше похож на масонского орла, чем на государственных герб Российской Федерации. Вот, пожалуйста. Вам видать нет. То есть на всех наших деньгах – вот этот символ. Символ, который влияет, когда вы в карман моих ложите. Выходите под антенны. И никуда вы не денетесь, потому что… А куда вы без денег? Никуда вы не уйдете. Теперь дальше, смотрите. Вот интересный еще символик. Я тут здесь вам пропускаю. Про государственную гербу. Государственную гербу, да? Вот государственную гербу, вот был, обратите внимание, вот фрагмент большого государственного герба Российской Империи и совершенно государственную гербу Российской Федерации. Они, между прочим, очень здорово отличаются. Вот эти гербы. Это же тоже символы. Антенны, которые влияют. Но самое интересное, вот про единую Россию. Вот смотрите. Примеров доминированных масонских, сатанинских символов в наши дни не счесть. Слово «единство» в важнейшем масонском ритуале обозначает общую цель всех лучших. Единство. Общая цель всех лучших. Мировой захват мира. А все превратили в рабов. Наша цель – коммунизм. А это масонский цель. Коммунизм – это была масонская цель, которую строили. Поэтому символизируется знаменитой пирамидой с глазом и надписью на ленте в клюве «Орла». Единство – многообразие. Вот вы не задумывались, радио России все время нам говорит сейчас. Значит, над всеми концлагерями у Гитлера висело каждому свое. А сегодня послушайте радио. Что они там говорят в свое время? Всему свое время. Всему свое время. Обратите внимание, на паркбилете изображен официальный символ партии «Единая Россия». Медведь на четырех лапах, разрывающий круг, топографический контур нашей страны. И три цвета флага. Партия – надпись «Партия – Единая Россия». Начнем с медведя. То есть медведь разрывает энергоинформационный круг территории России. И получается, смотрите, что дальше. В Герардике обычно он изображен на двух, а не на четырех ногах. Нагнули медведя. Вот. Причем в ошейнике или на цепи. Медведь символизирует язычество, а шейник – цепь и соответствующая поза победу христианства над этим самым язычеством. Было так. Они показывали, что они его надели на шейник и подчинили, значит, ведичество. Далее. Так, с точки зрения общепринятых символов, медведь всегда отрицательный персонаж. Об этом можно прочитать в любом словаре. Откроем, например, энциклопедию «Знаков и символов». Вот есть такая энциклопедия «Знаков и символов». Жона Доли в издательстве «Веча», Москва, 96-й год. Читаем. Медведь означает плохой нрав, зло, грубость, жадность, греховность, дьявола, а также силу. В книге пророка Даниила медведь символизирует персидское царство, а также подку. Полная энциклопедия символов, составитель опять Рошаль. Дополняет. В христианской и славской традициях медведь представляет, как темная, жестокая, похотливая, жадная, мстительная сила. Это в христианстве и мусульманстве. А что же у язычников? А там все наоборот. Все кверху ногами. То есть принцип очень простой, ребят. Вот взяли носок и вывернули его наизнанку. Все наоборот, все кверху ногами. Белое сделать черным, черное сделать белым. Все просто. А под какое огромное значение придается символике. Еще раз говорю. Символы управляют миром. Вот почему огромнейшее значение зависит от того, какими руками это сделано, из какого дерева или каких целей. Вот она, символы управляют миром. Вот теперь дальше давайте. В словаре символов и знаков, автор, составитель Адамчик, опять Адамчик. Говорится, в средневековой традиции медведь связывается с дьяволом. В апокалипсисе медведь упоминается в связи с апокалиптическим зверем. Люди, изучающие символы, часто называют медведя зверем апокалипсиса. Открываем апокалипсис. То есть, откровение святого Иоанна Богослова читаем, главу 13. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сосчит число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. То есть, число зверя неявное. Иоанн Богослов предлагает его сосчитать. Обратите внимание, зверь у нас есть, а рядом с ним надпись. Партия Единая Россия. Осталось сосчитать число. Считаем. Партия 6 букв. Единая 6 букв. Россия 6 букв. Единая Россия это символ 3 шестерки. Дальше. Получается число зверя 66. Причем медведь символ дьявола. В эмблеме единороссов разрывает круг. Эго. Ого, огораживающий топографический контур нашей страны. А круг у всех народов. Круг у всех народов это символ неба. Символ неба. Вечности. Бога и конечно защиты. Если вспомнить нашего патриарха Алексея, то что с ним случилось. По происхождению он был иудей. То есть его мать была еврейкой. А отец был немцем. Ну и он поставлен был антроповскими кадрами на патриарший пост. С тем, чтобы он проводил международную экономическую программу. Ну действительно он первые годы проводил эту экуменическую программу. Но затем что-то в его сознании произошло. Как говорят, ему какие-то стали видения. То ли Богородица, то ли еще кого-то. И он по-настоящему уверовал в Бога. И решил противиться вот этой экуменической масонской программе. Вы помните, как он протестовал против захоронения фальшивых царских останков Петропавловской крепости. Это была масонская программа с тем, чтобы привести затем к власти Гогенцолернов. Ну и потом он вообще стал противодействовать всем этим экуменическим программам с ближением с Ватиканом. В результате, как утверждают очень серьезные чины в Московской патриархии, он был убит. Его тело было ночью привезено в его апартаменты. Его там положили в туалет. Якобы с ним в туалете ночью стало плохо. И вот так он поведен к власти Кирилл. Ну как мы теперь узнали масон 33-го градуса. Что это ему было недавно присуждено, эта степень. То есть, руководство Московского патриархата, то есть, в лице Кирилла, в лице представителя по связи с общественностью, как его зовут-то я забыл, ну, в общем, из среды еврейской музыкальной семьи человека вышел. То есть, эти люди действительно встали на путь предательства православия, да, в православной церкви, по всей видимости, в ближайшее время произойдет раскол. Ну, к сожалению, сейчас большинство людей в окружении Кирилла, в общем-то, не понимает, что происходит. То, что они действительно толкают страну к пришествию Антихриста, толкают страну в ад. Вот, что делает руководство православной церковью. Красные галстрики, это масонские галстрики. Призыв. Будь готов, всегда готов. Масонский призыв. Вот, что такое, все делали с нашими детьми. Когда кто-то является геем, но ищет Бога, и у него доброе намерение, то я, чтобы осуждать его, Папа Франциск. Сегодня Ватикан и католическая церковь, вот, надо попытаться разобраться, почему, двигаются навстречу, вот самым, казалось бы, как бы сформулировать, группам, которые до сих пор олицетворялись грехом, на самом деле, согласно догматам той же церкви. И сегодня это принципиально меняется. Почему? Так нужна паства? Что за этим стоит? Геев и лесбиянок в лоно церкви приглашал сам Папа Франциск. Либеральную идею понтифик объяснял прагматично. Их таланты и достоинства могли бы послужить христианскому сообществу. Такая постановка вопроса у некоторых епископов вызвала шок. В итоге формулировки смягчили, и на Сеноте обсуждали лишь необходимость деликатного отношения. Нам нужно уважать достоинства каждого человека. И если он гомосексуалист, это не должно помешать нам признать его и оказать поддержку. Ведь главная личность, а не ориентация. Мне кажется, что это очень важно. Так что одобрение церковью людей с нетрадиционной ориентацией основано на уважении их человеческого достоинства. В начале его понтификата кардинал Баньяско совершал обряд похорон вместе со священниками-геями. Кардинал Баньяско является главой епископской конференции в Италии и имеет такого же духа, как экс-папа Францис. Он сделал жест, которым открыл дверь к гомосексуализму внутри церкви. 25 мая совершал похоронную мессу за священника, проталкивающего открыто гомосексуализм и транссексуализм. С кардиналом сослужило несколько гомосексуалистов, которые свое болезненное мышление открыто выразили тем, что имели на себе и петрахили цветов радуги. ...пориша das águas doces. Voltou a arriscar alguns passos. Очередной гей-скандал в Ватикане, вы здесь давно перевернули эту страницу. Ну как давно? С приходом нового папы, сменившим Бенедикта XVI. Но если верить авторам фильма, «Ватиканские заговоры», показанный на немецком канале АРД, никакое это не прошлое. Педофилы, священники геи и их любовники отлично себя чувствуют и при нынешнем главе католической церкви Франциске I. В церковной верхушке и среди епископов, и архиепископов много геев. Здесь в Риме очень легко склеить гея. В автобусе, в церкви и гораздо легче, если ты ходишь в гей-клубы. Сначала ты видишь понравившегося парнишку в клубе, а в воскресенье он уже у алтаря. Три года назад итальянский журналист Кармелло Аббатте узнал от своего гея о том, что тот переспал с сановником Ватикана. Так началось расследование, позже ставшее книгой. Аббатте вышел на целую группу священников-мужеложцев и даже смог снять закрытую геевечеринку, где служители католической церкви развлекают юноши по вызову. А потом наступил момент, который меня шокировал больше всего. Тогда я полностью осознал, что на самом деле творилось, что речь тут не просто о сексе. Священнослужитель из Франции наутро извлек из своей дорожной сумки церковную утварь и начал богослужение в том самом доме, где только что он и другие священники занимались всем этим. А это уже интервью одного из священнослужителей. Я надеюсь, однажды священники смогут иметь отношения с мужчинами и оставаться хорошими священнослужителями. И целебат будет необязательным. Со всем этим авторы фильма напрямую связывают и отречения Бенедикта XVI. Он не просто знал, что происходило при его понтификате. Он возглавлял комиссию по расследованию сексуальных преступлений церкви. Вот только шли эти расследования очень неторопливо. Берголио легализирует гомосексуальную касту в рядах священства. Недавно даже говорил о гомосексуальном лобби в Ватикане. Гомосексуалисты и педофилы занимают наивысшие должности. Не принадлежит ли этой секретной группе и сам Франциск Берголио? Садомиты захватили Ватикан. И мне просто жаль огромное количество людей, которые исповедуют в общем-то эту веру и ходят в католические храмы. Но это действительно так. Знаете, я вспомнил случай. Я несколько лет назад был в Брюсселе. И там был огромный католический костел, храм. И прямо вот к стене этого храма были пристроены такие защитные стенки. Это был писсуар. То есть мы не могли найти туалет. И мой знакомый сказал, вот можно сходить, помочиться на стену этого храма и, собственно говоря, сходить в туалет. Я был просто в шоке. Позже, когда я стал изучать ситуацию, я узнал, что там в католических храмах проводят дискотеки, отдают под всякие оргии и так далее. Это, конечно, страшно, то, что происходит. Но не только гомосексуальные скандалы сотрясают католическую церковь. За последние два десятилетия римская католическая церковь была вовлечена во множество скандалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Проявлением страшной апостации, защищенной авторитетом Иоанна Павла II, были гомосексуализм и педофилия. Есть позором для всей католической церкви, что этих мерзостей на детях допускались духовные лица. Однако шокирует то, что на эти совершенные преступления высокие представители церкви молчали, виновников не наказывали, а наоборот, их преступления прикрывали. Например, основатель легионеров Христа Марцелл Мацелл на протяжении десятилетий злоупотреблял молодых семинаристов. Иоанн Павел II поддерживал этот орден и вместе со своими советниками много лет игнорировали доказательства об их преступлении. Католическую церковь преследует скандалы, в результате которых ей грозят выплаты в размере миллионов долларов. В 80-е и 90-е годы 20-го века репортажи о преступлениях священников казались совершенно невероятным событием. Опубликованы подробности одного дела за другим о сексуальных насилиях, продолжающихся длительное время, совершенных католическими священниками, намеренно замалчиваемые епископами. Епископа предупредили о непотребном поведении священников, но он продолжал не обращать на это внимания. Церковь не препятствовала тому, чтобы преступления католических священников продолжались в течение многих лет. В 2002 году разоблачения достигли своей кульминации. Были обнародованы тысячи страниц документов. В ответ на разразившийся кризис американские католические епископы собрались вместе, чтобы разработать план самых активных, многообещающих реформ для устранения назревших проблем. Отец Вилтон, «Нужно положить конец сексуальному насилию, происходящему в церкви», заголовок в газете о 3 ноября 2013 года, «Скрытые священники и их тайное прошлое». Подробности продолжающихся десятилетиями сексуальным насилием детьми со стороны католических священников и все время меняющихся официальных ответов от церковного начальства. А как же объяснить молчаливое покровительство епископов? 31-летний отец Гилберт Готье признался в том, что он изнасиловал по меньшей мере 35 мальчиков. Но еще большим шоком для всех стало то, что церковное начальство знало об этих обвинениях и покрывало их в течение многих лет. Глава мест епархии, епископ Джордж Фрай признался в том, что он узнал о покушении на растление малолетнего ребенка со стороны отца Готье 10 лет назад. В статье о деле Готье внимание было привлечено к личности Барбары Блейн, набожной католички, которая рассказала о том, что она была изнасилована, когда ей было всего лишь 13 лет священником из ее прихода, отцом Четом Уорреном. Барбара Блейн, «Это насилие продолжалось в течение времени, когда я только подрастала и только начинала осознавать себя индивидуальностью. Я росла с мыслью о том, что я была сосредоточением зла и заставляла этого прекрасного святого человека совершать грех». В возрасте 20 лет Барбара уведомила о преступлениях против нее священника отца Уоррена, всех официальных представителей церкви своей епархии, вплоть до епископа. В течение следующих нескольких лет ее разочарование росло все больше и больше, по мере того, как стало выясняться, что отец Уоррен продолжал оставаться прихадским священником. Было совершенно ясно, что церковное начальство вообще никак не собиралось мне помочь в моем деле, и это все еще более усугубляло мое тяжелое состояние. И поэтому я пришла к выводу, что мне нужно разыскать и других пострадавших от него. Мы должны провести свое собственное расследование. К этому моменту организация, объединяющая жертвы сексуального насилия со стороны католических священников, учрежденная Барбарой Блейн, выросла до нескольких сотен человек. Она получила название «Снэп». Снэп – это ассоциация жертв сексуального насилия со стороны священников. И вы тоже являетесь такой жертвой? Да, совершенно верно. В начале середины 90-х годов наше движение приобретало новых членов благодаря этим ток-шоу. С каждым выходом эфир на нас выходили новые пострадавшие. Одним из масштабных скандалов являются педофильные преступления в бостонской епархии, разоблачение которого состоялось в январе 2002 года. Например, священник Джон Джо Ген сексуально злоупотребил более ста детьми. Наибольший шок принесло открытие, что обо всем этом знали церковные руководители. Иоанн Павел II был обо всем подробно проинформирован. Он отвечал за бесправие и преступления, совершенные на невинных детях. Этим дал болезненный соблазн верующим и неверующим. Я вчера выступал кратенько на Раша.ру и узнал от них, то есть там прошла информация на Раша.ру перед моим выступлением, о том, что не так давно на итальянской границе была потеряна, как выражили средства массовой информации, потеряна партия из 1260 русских детей, которые везли на установление в кавычках в Италию. Причем потеряна уже была на итальянской территории, за итальянской границей, поэтому занимались следственные органы Италии, куда они делись. И было спустя некоторое время дано официальное заключение, что все 1260 детей были пущены на органы. Да ты что? Да. Это официальная информация. Вчера о Раша.ру можете посмотреть в интернете. И мы о чем только не говорим, кроме того, что очередная партия детей пропала на границе в данном случае с Италией. То есть все, что мы называем патронатом, ювенальной юстиции и прочее, это не что иное, как поставка наложников и наложниц, малолетних для извращенцев, всяких преуспевающих, и на органы. И вот об этом нам не просто надо говорить, нам надо просто костьми ложиться для того, чтобы прекратить продажу наших детей и издевательство над ними. Почему ваш муж не говорил, они управляют нашей церковью? Расскажите об этом. Его общество управляет нашей церковью. Вот как он говорил. Кого он имел в виду? Католическую церковь. Католическую церковь управляет всеми церквями. Он говорил вам об этом? Да, говорил. И он имел в виду, что католическая церковь управляет также и церковью Администов 7 дня. Ну, я бы сказала, высказывание было очень близким к этому. Я не могу вспомнить точную формулировку его высказывания, но я поняла мысль, которую несли слова от того высказывания, которое он употребил. Он сказал «мы». Когда он говорил «мы», он имел в виду церковь и себя. Он всегда включал себя и себя в свою церковь. Из последнего свидетельства, бывшей жены католического священника и агента, мы получаем впечатление той незыблемой уверенности католической церкви в том, что она почти владеет народами и организациями мира. Очень скоро нас постигнет время страшного преследования, и среди верных христиан будет много мучеников. Послушайте слова из книги Откровения, 17 главы 6 стиха. «Я видел, что жена, то есть символ католицизма, упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». Эта церковь объединяется с правителями мира. Послушайте, что сказано в 12 тексте. «И десять врагов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Правители этого мира отдадут свою политическую власть той политической системе, которая будет управляться папством. И эта система начнет войну с Богом и его последователями. В 18 главе книги Откровения содержится часть вести Божией к этому миру об этой церкви. «Яростным вином было деяние своего, она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Правительства этого мира состоят далеко не в святом союзе с Римской системой папства, и Бог собирается судить их за это. Я бы хотел, чтобы вы внимательно послушали свидетельства доктора Хайербукса, когда он будет делиться своим видением в мировой политике. Я могу сказать, что был за той дверью, где все планируется. Мне было сказано, что они хотят заселить юг. И уже тогда мне было сказано, что они планируют Вторую мировую войну. Я знал, что они планируют переселение иммигрантов, чтобы заселить юг этими людьми. Они сделали это. О каких иммигрантах идет речь? О тех, которые переехали во время войн и позже. Интересно отметить, что Ватикан совсем не потерпел вреда от бомбежек. Моя жена была главной сценографистой в Пентагоне на то время. Она передавала все распоряжения и приказы ключевым фигурам того времени. И она передавала приказы о том, чтобы ни один самолет протестантских стран не пролетал над Ватиканом и вообще над Римом, потому что они опасались, чтобы кто-то из протестантов не начал бомбить Ватикан. Знаете ли вы, что глава комиссии по иммиграции в Германии в то время был преданным католикам? Он распорядился, чтобы в Нью-Йорке были подготовлены люди для использования в их спецоперациях. Эта группа была отправлена на корабле для переправки одного из них в Москву для выполнения особых задач. Я имел честь работать с Бабенко, и мы говорили о разных вещах. Мы имели доступ к информации, которую хотели знать. Мы могли даже облачаться в мантии священников, чтобы выглядеть как священники. Поскольку он разговаривал на 44 языках лучше, чем я на своем английском, а его жена на 33 языках, и он с колоссальной скоростью изучал новые языки, что было просто похоже на волшебство. Генеральная конференция использовала его в качестве переводчика, отправляя его туда, куда было нужно. Он был в Европе, Азии и совершал много работы. Когда он был в Азии, в районе Гималаев, где очень трудно изучить язык местных народов, он знал, что в Европе будут происходить неожиданные события, и поэтому он собирался выяснить эти подробности. Он взял самолет, полетел туда, оделся подобно кардиналу католической церкви, и он был там, среди других таких же священников, сказав им, что не понимает их языка и нуждается в переводчике. Ему предоставили переводчика, но он прекрасно понимал язык говорящих между собой священников, понимал все, что они говорили, а также все, что они говорили о нем. Ему удалось произвести впечатление высокопоставленного лица, и поэтому он выяснил некоторые вещи, которые в противном случае никогда бы не узнал. В Европе он узнал о том, что католики намерены покончить с греко-католической ортодоксальной церковью. Причиной этому была неудачная попытка организации Иллюминати приобрести банк в России. Видя, что они не могут этого сделать по причине мудрости их противников, они решили от них избавиться. В каких годах это было? Это было в далеких годах, предшествующих Первой мировой войне. В иезуитах вышло несколько исследований. Правда, католики всячески открещиваются от этих людей, утверждая, так сказать, балгово их и дискредитируют. Но, тем не менее, эти работы, они есть. Это работа бывшего иезуита Альберто Ривера, который в итоге исключили из католической церкви, он перешел, стал протестантом. И Жерар Буфар, тоже такой католический епископ, которому было поручено следить за Альберто Ривера и его всячески разоблачать. Но в итоге он пришел к тем же выводам, что и Альберто Ривера изучает эту систему изнутри. Тем более, что он в течение шесть лет Жерар отвечал за переписку между папой и генералом общества иезуитом. В общем-то, имел возможность с этим ознакомиться. Ну а позже уже вышли работы уже американских исследователей Джона, Эрика Джона Феллбса, называется убийца Ватикана, которые, исследуя теневую сторону иезуитов, приходят к выводу, что они имеют очень большое влияние на Святой Престол и через него одновременно и на такие ордена, как Опус Де и Мальтийский орден, что они связаны с масонскими структурами, оккультными структурами, не случайно кардинал Белла тоже был масоном, и даже такое оккультное движение, как ключевое оккультное движение, как Ньюэйдж, что и там туда они внедряются, и там работают. И в этом плане не случайно их очень хорошие связи и близкие отношения и с мусульманскими организациями, и с уйдейскими организациями, и с буддистами. Вот, в частности, Феллбс утверждает, что они финансировали, финансируют, далай тибетских лам. Вот, и таким образом, да, имеют возможность их контролировать. Заметьте, что требуется для того, чтобы стать иезуитом высшего звена. «Сын мой, раньше тебя учили действовать лицемерно, среди римокатоликов быть римокатоликом и шпионить даже за собственными братьями, не верить людям и не доверять им. Среди реформаторов быть реформатором, среди гугенотов быть гугенотом, среди кальвинистов быть кальвинистом, среди других протестантов, в целом быть протестантом и завоевывать их доверие, стремясь даже проповедовать своих кафедр и осуждать всеми силами своей души нашу святую веру и папу. И даже пасть настолько низко, что стать евреем среди евреев, чтобы у тебя была возможность собирать всю информацию на благо нашего ордена как верного солдата папы. Ты был обучен обязанностям шпиона собирать всю статистику, факты и информацию, доступную тебе со всех источников, самому втираться в доверие в семейный круг протестантов и еретиков любого рода и класса, в том числе и к торговцам, банкирам, юристам, в школах, университетах, в парламентах и законодательных собраниях, в судах и государственных советах, и быть всем для всех во имя папы, чьи слуги мы до самой смерти. И если это не произвело на вас впечатление, то обратите внимание, чего еще требует эта клятва, и это только часть клятвы. Я также обещаю и заявляю, что я буду, когда представится возможность создавать и разжигать безжалостные войны, тайно или явно, против всех еретиков, протестантов и либералов, как я наставлен делать, чтобы выкорчевывать и истреблять их с лица всей земли. И что я не пощажу возраст, пол или состояние, и что я буду вешать, опустошать, варить, сдирать кожу, душить и закапывать живыми этих мерзких еретиков, разрывать животы и утробы их женщин, и разбивать головы их младенцев о стены, чтобы уничтожить навсегда их отвратительный рот. И когда это нельзя будет сделать открыто, я буду тайно использовать отравленную чашу и петлю удавку, сталь кинжала или свинцовую пулю, невзирая на честь, положение, достоинство или власть личности или личностей, каким бы ни было их положение по жизни, общественной или личной, и что я в любое время могу получить приказ поступить так от любого агента папы или высшего по званию в братстве святой веры из общества Иисуса. Для кого-то может показаться, что в это трудно поверить, в особенности со времени избрания папы Франциско, но в 1967 году доктор Альберто Ривера, иезуит, сбежал из ордена, и он описал свою клятву иезуитов к точности так, как мы только что видели. В книге «Великая борьба» Елена Вайт также описывала этот орден похожим языком, во всем христианстве протестантизму угрожали ужасные враги. Когда первый триумф Реформации прошел, Рим призвал новые силы, надеясь разрушить его. В то время был создан орден иезуитов, самый жестокий, беспринципный и мощный из всех поборников папства. Отрезанные от всех земных связей и людских интересов, мертвые к природным склонностям, рассуждениям и полностью заглушенной совестью, они не признавали никаких правил, никаких связей, кроме своего ордена, и никаких обязанностей, помимо расширения власти ордена. Не было для них преступления слишком великого, чтобы его нельзя было совершить, не было обмана слишком низкого, чтобы его нельзя было исполнить, не было лицемерия слишком трудного, чтобы его нельзя было взять на себя. Покнавшиеся быть вечно бедными и смиренными, Целью их обучения было обеспечивать богатство и власть, быть посвященными на уничтожение протестантизма и на восстановление папского верховенства. Когда они появляются на людях как члены своего ордена, они носят одежды святости, посещая тюрьмы и госпиталя, служа больным и бедным, заявляя о желании обновить мир и неся священное имя Иисуса, который приходил, чтобы творить добро. Но под этой незапятнанной внешностью часто скрываются самые криминальные и смертоносные цели. Фундаментальным принципом ордена была цель оправдывать средства. По этому правилу обман, воровство, лжесвидетельство, убийство были не только извиняемы, но даже похвальны, если они служили интересам церкви. Разными неправдами иезуиты прокладывали себе дорогу на государственные должности. Скрывая свои истинные намерения, иезуиты пробирались на ответственные государственные посты, добивались звания королевских советников и оказывали влияние на политику многих стран. Иезуиты быстро распространились по всей Европе и повсюду способствовали возрождению папства. Конец первой части. Продолжение следует. Программа «За дверью», часть вторая. Они не только пожелали избавиться от своих противников, но и решили насадить католицизм в России. Это они намерены были совершить, поместив в российские банки свои деньги. В Россию были посланы тысячи иезуитов. Большинство из них поселились в центрах небольших городов. Они трудились около года и никак не могли найти пути решения этой задачи. Тогда в этой области было выслано вдвое больше людей, и они также не могли найти путь достижения своих целей. Тогда они собрали большое собрание, которое можно было только себе представить, на которое съехались самые умные головы, чтобы прийти к каким-то решениям. Лучшее, что они могли придумать, лишить родителей возможности воспитывать своих детей, обучать их самостоятельно. Таким образом, отняв детей от родителей, они смогут со временем получить контроль над этой землей и обратить народ в католицизм. Поэтому и был допущен режим большевиков. Они воспользовались возможностью насадить большевизм, а затем коммунизм, который позже перерос в христианский коммунизм, только без Христа. Все это было запланировано заранее. И Бабенко об этом знал. Когда он получил эту информацию, он заметил, что они уже взялись за исполнение этих планов. У людей были отняты дети, чтобы обучать их, а вместе с этим стирать из их голов православную религию греко-католического направления. Это вело к более выгодному положению для захвата контроля в России путем смены правительства. Затем была спланирована Первая мировая война. Для того, чтобы спровоцировать эту войну, были обучены и высланы в соответствующие миссии специальные люди, чтобы это привело к захвату России и воцарению большевизма в России. К тому времени, как эта цель была достигнута, они уже имели своего человека, первого президента США, которого они привели к власти, президента Уилсона. Они довели его до своей должности и повелели ему повлиять на Англию, которая не отпускала захваченную на судне делегацию, отплыть во Францию, чтобы делегация на этом корабле не смогла выполнить свое задание по реализации плана помощи Соединенных Штатов в войне, чтобы США остались без выгоды от победы в этой войне. Сразу после этого Англия отпустила делегацию во Францию, затем эта делегация отправилась в Швейцарии и далее по своему маршруту. Глава по вопросам иммиграции был католиком. Он отделил одного человека из этой делегации и отправил его в Москву со своим заданием. После этого он отделил остальных из трехсот вместе со всем своим багажом, состоящим из арсенала, оружия и деньгами, 20 миллионами долларов золотом, и отправил их с другим заданием, пока тот один человек был в Москве. Затем они совершили одну очень рискованную и опасную манипуляцию, которая потребовала некоторого времени, ожидания и волнений, но она прошла успешно, и коммунизм проник в Россию. После достижения этой цели, человек, о котором мы говорили, решил хорошенько разведать ситуацию. Он снова переоделся, замаскировался и отправился на разведку к католикам. Он выяснил, что католики собрали своих умнейших людей для планирования планов на будущее. Они задумали Вторую мировую войну и решили, что эту войну развяжет Гитлер. Но после того, что они уже сделали, и после того, как они разведали всю политическую ситуацию, они обнаружили, что молодежь в Германии сильно склоняется к большевизму и коммунизму, и молодежь в католической церкви в Италии склоняется к тому же. Поэтому они решили что-то сделать в связи с этим, что-то предложить этой молодежи, что было похоже на их идеи, чтобы получить контроль на ситуацию. Наконец, после долгих размышлений и обсуждений, они решили, что необходимо что-то предпринять, потому что иначе нельзя. После этого они выпустили журнал для этой молодежи, чтобы отвлечь их от большевизма и коммунизма. Но с молодежью все было не так просто, потому что в России еще раньше выпускался другой журнал, который распространял коммунистические идеи среди молодежи, инициированный теми же силами. Поэтому эти материалы существовали в определенных книгах и были доступны в библиотеках Европы. И поэтому данные коммунистические журналы всего лишь впечатали то, что уже было написано в книгах. В этом и была сложность, и они решили как-то взять ситуацию под контроль. Поэтому они решили склонить российский менталитет в расизм, а и менталитет итальянцев склонить в фашизм. Они решили выбрать Гитлера, изменить его внешность, чтобы тот исполнил свою работу беспрепятственно. Как они изменили его внешность? Они изменили форму его носа и кое-что еще. Затем они избрали Муссолини для исполнения своих планов в Италии и послали сотни тысяч долларов, чтобы создать соответствующие обстоятельства. Эти деньги поступили в банки Германии. Я знаю об этом из отчетов Бабенко. Когда все это было сделано, все пошло по плану. И таким образом Гитлер возглавил немецкую армию. Как насчет политических процессов на севере Европы в это время? Все эти процессы были разработаны и запланированы заранее. О многих фактах и манипуляциях не оставлено письменных свидетельств и доказательств. Но насколько я знаю из результатов работы Бабенко, все эти процессы были спланированы в одной связке с возникновением фашизма и Второй мировой войной. Сегодня мы наблюдаем упадок коммунизма, который уже не представляет собой того большевистского коммунизма. Налаживаются связи России с католицизмом. И наши цели в этой стране также достигаются, потому что они не могут консолидироваться с католиками, игнорируя отношения с нами, хотя многого еще предстоит достичь. Но они используют католицизм, чтобы добиться контроля над многими странами. Сегодня более 50% стран мира поддерживают коммунизм. Я скажу вам еще нечто интересное. Когда президент Уилсон шел к своему избранию, католики послали достаточно своих представителей из Европы с особым заданием объявлять о распространении мировой демократии, чтобы подвести Уилсона к своей должности. К большому сожалению, об этом даже не хочется говорить, но на сегодняшний день в истории Соединенных Штатов и в истории президентов США трудно найти президента, который бы не был избран при поддержке иезуитов с самого времени президента Вашингтона. Если вы еще этого не знаете, президент Вашингтон уже был избран благодаря иезуитам, чтобы посодействовать первым связям Америки с Ватиканом. Он был первым таким президентом в этой стране. С тех пор президент Рейган поставил самую жирную точку на всей истории этой тайной деятельности, потому что никакой другой президент настолько не сближался с Ватиканом, как президент Рейган. Даже Джон Кеннеди на это не решился. Это значит, что иезуиты смогли совершить через президента Рейгана то, чего они не были способны достичь даже через президента Кеннеди. Тем не менее, я бы сказал следующее. Религия президента Кеннеди представляет собой ничто другое, как другое выражение католицизма. Возможно, мне нужно прояснить сказанное. Римский католицизм представляет собой не только римскую католическую церковь. Римский католицизм также включает в себя и те организации, которые находятся за пределами самой католической церкви. Это значит, что за пределами римской католической церкви существует много дочерей католической церкви. И наряду с существованием этих дочерей существуют также и дети этих дочерей. И, безусловно, президент Рейган принадлежит к одной из этих дочерних организаций. Он имеет отношение с Ватиканом сегодня, что привело к нескольким последствиям. Одно из них – дипломатические отношения с Ватиканом. Второе – приготовление к подписанию договора между Ватиканом и Соединенными Штатами. И, чтобы вы знали, эти процессы не происходят за один день. Президента Рейгана долго готовили к тому, что происходит сегодня. Готовили с самого того времени, когда он еще снимался в хорошо известном фильме, который показывают и сегодня. Очень старом фильме о футбольной команде Нотр-Дам. Именно в то время иезуиты и вышли на связь с Рейганом. Иезуиты в своей деятельности не вовлекаются в острой ситуации непосредственным образом. Они играют только интеллектуальную роль в приготовлении к тем событиям, которые уже происходят без их прямого участия. Возьмите, к примеру, Авраам Линкольн. Президент Авраам Линкольн был убит по инициативе иезуитов, но само убийство иезуит не совершал. Тем не менее, иезуит разрабатывал и готовил покушение на жизнь президента, и готовил самих исполнителей этого покушения. То же самое произошло и с покушением на жизнь президента Кеннеди. Убийство Кеннеди – это еще один факт, который может быть доказан в любое время. А именно, что все было сделано иезуитами, чтобы избавиться от президента, который был позором для католической церкви, которой он принадлежал. Мы имеем две различных крайности. Авраам Линкольн был искренним христианином, верным христианином, а в лице Кеннеди мы имеем человека, который принадлежал католической церкви, но не оправдал доверие своей организации, когда он вознамерился совершить то, что он считал правильным совершить для Конституции и для католической церкви, будучи на посту президента католика. Когда он возвысил Конституцию Соединенных Штатов над принципами и курсом своей церкви, он тем самым навлек на себя беду. Знаете ли вы что-либо о покушении на президента Кеннеди и на его связь с римским католицизмом? Я бы не хотел говорить о том, что я знаю, но я точно знаю одно. Они сказали президенту Кеннеди, после того, как он отказался подписать проект одного закона, касающегося образования, что они еще вернутся, и что ему лучше подписать этот закон, после того, как они вернутся. Над этим законопроектом работали католические должностные лица. Все было спланировано до того, как они вернулись второй раз с просьбой подписать закон. Кеннеди ответил, «Я пообещал протестантам, что я не подпишу этот закон, пока длится мой президентский срок, и я не сделаю этого. Я не изменяю своему слову и не меняю своих позиций». Вскоре после этого его смерть сделала его скорее более известным, чем мертвым. Он не знал о покушении, но его жена знала об этом, и она позвонила их другу, который приехал и сказал им, что он намерен забрать их к себе на свой собственный остров. Он все-таки сделал это, но, правда, позже, когда вся семья отправилась к нему на остров, семья Кеннеди, и похоронили там президента в море. Он был какое-то время в госпитале на острове. Что вы думаете о британской королевской семье и о других семейных кланах, как, например, в Северной Италии, которые, по некоторым сведениям, фактически управляли мировой политикой на протяжении долгих лет? Имеют ли они сегодня какую-то связь с римской католической церковью? Многие из них имели эту связь. Многие фактически управляли государствами под контролем этой церкви. Возьмите, к примеру, короля Генриха в Германии. Он как-то решил воспротивиться папе, и в итоге ему пришлось прийти к нему пешком и стоять на снегу не один день, ожидая согласия папы просто поговорить с ним. Сегодня мы видим много королевских семей, все еще существующих и имеющих влияние в Европе. Да, этого мы отрицать не будем, но королевская семья Великобритании не может исполнять все желания, как на празднике святых. Они могут только с чем-то соглашаться, что-то поддерживать. Значит, они не имеют реальной политической власти. Они имеют не больше власти, чем мы с вами. Какая связь между иезуитами и организацией Иллюминатий? Организация Иллюминатий – это плод стремления папства к контролю над всем миром. И именно Иллюминатий были использованы для получения большой власти в Великобритании и Соединенных Штатах. Этот контроль гораздо более сильный, чем это себе представляет большинство людей. Если вы слышали, существуют организации, которые выпускают журналы, которые нанимают множество людей, и на первый взгляд все эти различные журналы имеют различную направленность. Целью некоторых, например, является разоблачение схем и рычагов власти британских королевских семей, их вовлеченность в международные политические процессы, разоблачение их интереса и вовлеченности в нечестных банковских операций. Что можно сказать об этих журналах и о тех, о том, откуда приходят финансы на эти журналы? Все это представляет собой ту ширму, за которой находится настоящий спрут, стремящийся к своим целям за занавесом этого шума. Вся причина заключается в занятии своих позиций в Соединенных Штатах. Они допустили множество данных публикаций и шумихи, потому что это содействует их планам. Если они деморализуют мозги американской молодежи и будут держать эти мозги под колпаком ложной борьбы, то эта молодежь будет не способна разобраться в реальной ситуации, чтобы занять свое должное положение. Так осуществляется контроль над ситуацией. Получается, что даже торговля наркотиками идет на пользу римского католицизма. Совершенно верно. Этой цели способствуют те поступающие тонны, десятки и сотни тонн наркотиков. Их окончательная цель, а они имеют цель точно так же, как и любой другой человек или сообщество людей, их окончательная цель – захватить весь мир, взять весь мир под свой контроль, чтобы весь мир превратился в их рабов и поклонился им. С самого создания католицизма первое, чего они добиваются, они делают все для того, чтобы крупные города стали должниками. Затем они повергают в долги всю область или округ. После этого они делают должниками целые страны. И после того, как все окажутся должниками, они и получают контроль. Таким образом, они действуют в Великобритании, Соединенных Штатах. И теперь, после успеха в этих странах, они примутся за все страны всего мира, чтобы весь мир пришел в такое состояние, при котором они могут осуществить свой захват власти. Они работают с мировыми правительствами для мирового переворота. И эти события надвигаются очень быстро, гораздо быстрее, чем об этом думает большинство людей. Как иезуиты изменили систему протестантского образования? Что они сделали? Как протестантское образование сегодня отличается от того образования, которое было бы перед этими изменениями? Изменений очень много, и в этом нет никаких сомнений. Но эти изменения происходили во внутреннем процессе образования и управления образованием, чтобы помочь им взять контроль над образованием. Контроль над образованием достигается путем разрушения и размытия морали протестантов, получающих это образование. Для чего им действовать, разрушая моральные ценности? Ведь католическая церковь – это христианская церковь, которая призвана учить мораль. Они желают только одного – избавиться от протестантов, после чего у них будет свободный путь для достижения своих целей. Позвольте сказать, что рыцари Колумба заполнили огромную нишу, которая была в Соединенных Штатах в сфере образования и особенно государственного образования. Ответственность за хаос в сфере государственного образования в Соединенных Штатах принадлежала и принадлежит рыцарям Колумба в США. Протестантские церкви никогда, ни в какое время, не использовали и не рассматривали теорию, как она называется, теорию тайного восхищения. Эта теория принадлежит исключительно католикам. И когда иезуиты проникли в церкви в качестве служителей и учителей, они начали обучать этой теории в протестантских церквях и школах. И сегодня протестантские церкви полностью приняли теорию тайного восхищения и проповедуют ее. Какую пользу католикам принесет проповедь о тайном восхищении? Эта теория отвергает служение Христа в Небесном Святилище, которое совершается сейчас согласно Священным Писаниям. Какое место сама католическая церковь занимает в ее представлении о тайном восхищении? Это учение появилось в результате борьбы с учением Лютера о том, что Папа – это Антихрист. Для того, чтобы избавиться от этого представления в умах протестантов, они решили внедрить некоторые теории, которые приведут к обесцениванию и упразднению этой истины. Для этого была создана, во-первых, теория о другом Антихристе, но протестанты на то время не пожелали принять эту теорию. И тогда появилась теория тайного восхищения. Эту теорию сначала тоже никто не желал принять, но когда достаточное количество иезуитов проникло в протестантские церкви, чтобы учить этой теории в качестве служителей и учителей, тогда эта теория была принята. Что вы можете сказать о деятельности Аль-Каззира и Ревиры? Эти люди были иезуитами, которые начали свою деятельность еще до наступления 17-го столетия, и которым уже было поручено проникнуть в протестантизм. В то время данное проникновение было очень нелегким делом, потому что реформаторы могли очень легко распознать иезуитов, ведь они вели прямые дебаты и дискуссии с Ватиканом. Римские католики и инквизиторы с огромными усилиями проникали в христианские церкви, даже в Испании, где они владели всей страной. Это было для них очень тяжело, и несмотря на все эти трудности, они все же проникали и проникали. Они поклонялись Богу среди протестантов во всех их местах поклонения вместе с ними благодаря этому проникновению. Но в данном случае эти люди были отправлены не с той глобальной миссией, с которой, к примеру, служил я. В данном случае они были направлены с тремя особыми миссиями, особенно с одним заданием, которое относится к пророчествам. Они были особым образом назначены для работы в области пророчеств с заданием исполнить как минимум два вида работы. Во-первых, упразднить все пророчества, касающиеся происхождения антихриста, к самому антихристу и к взаимосвязи термина «антихрист» с должностью Папы. Во-вторых, удалить все представления о том, что римский католицизм никогда не был христианской церковью, о чем мы уже говорили. Это значит, что им предстояло создать представление о том, что римский католицизм был когда-то христианской церковью, а затем предался отступничеству и поэтому нуждается в возрождении. Такова была миссия Ривера, Альказира, которую они попытались исполнить. Более того, они попытались привнести идею о том, что большинство пророчеств в книге Откровения уже были исполнены во время правителя Нерона. Это успокаивало всех и упраздняло нужду в изучении этих пророчеств, лишая людей переживания об антихристе, о едином мировом правительстве и о других важных вопросах. Вальтер Мартин представляет определенный интерес и некую уникальность. Я участвовал в дебатах с мистером Мартином, как и с некоторыми другими ключевыми фигурами. В этих дебатах я задавал им очень неожиданные вопросы. Я разговаривал с мистером Гарри Мэттсом в Ревью и очень удивил его вопросами. Я не только предъявлял веские доказательства, но и требовал ответа на соответствующие вопросы и предположения. Мистер Мартин после этого разговора вел себя не совсем обычно. Они оба не слишком стремились продолжать общение со мной. Можно даже сказать, что они избегали этого общения, которое у нас было с ними обоими. Мы имеем аудиозаписи, аудиозаписи этих дебатов и всех аргументов. Мистер Вальтер Мартин, я знал, что это именно он, занесен в список очень уважаемых орденом иезуитов людей. Что это значит? Орден иезуитов имеет список, составленный и по Соединенным Штатам, список людей и организаций, которые достойны их доверия. И мистер Вальтер Мартин, о чем я говорил в данных дебатах, услышав, что его имя занесено в этот список, сказал, «Я не знаю, почему мое имя значится в этом списке». Я ответил, «Вам следовало бы знать об этом? Вы же исследуете эти вопросы». Почему мистер Вальтер Мартин 25 лет назад написал о культе Марии целую книгу, и спустя 25 лет он представил список, который у меня даже есть с собой, список культов, куда он занес самые опасные культы, в которые вошли такие динаминации, как христианская наука, свидетели Еголы, мормоны. Этот список начинается с мормонов. Я ожидал, что в самом начале этого списка самых опасных культов у него будет значиться римский католицизм. Но на этом месте были мормоны. Мормоны стали жертвой римского католицизма, и не только они. Но теперь жертвой стал и Вальтер Мартин, потому что даже мормоны являются продуктом римского католицизма. Вопрос воскресения и будущих событий, связанных с ним, является ли этот вопрос продуктом иезуитов, и что вы об этом знаете? Я знаю следующее. Даже адвентисты седьмого дня подверглись величайшему обману во всей истории церкви. Доказательством этому является позиция лидеров церкви, которые уверены в том, что они никак не могут действовать на противоположной стороне, потому что противник уже разоблачен, противник изучен, и его истинные намерения и планы уже открыты, что свидетельствует о проведении соответствующей подготовки иезуитами. Самым волнующим моментом в истории для нас является время подписания подавляющим большинством документа, подготовленного самым искусственным образом с целью соблазнить, если возможно, и избраны. Но не хотите ли вы сказать, что адвентистские лидеры будут просто обмануты? Нет, это не так. Как церковь, соблюдающая субботу, могла быть обработана иезуитами? Она могла быть обработана следующим образом. Римский католицизм уже в настоящее время, вот почему вы можете читать католика, написавшего о неправоемощном изменении с субботы на воскресенье. Уже в настоящее время решением Ватикана римский католицизм склонен согласиться с этой ошибкой. Римский католицизм готовит величайший сюрприз для всех. Дело в том, что решающим вопросом будет не вопрос воскресенья. Скажу вам, что католичество примет субботу. И вы увидите, почему. Причина этого заключается в том, что католицизм уже выступил на Втором Совете Ватикана с решением о том, что римская католическая месса, которая совершалась только в воскресенье и которая была единственной истинной мессой для католиков, даже если они путешествуют и даже несмотря на все остальные препятствия, сегодня, после Второго Совета Ватикана, вся картина уже изменилась. И вы знаете, как она изменилась. Вся картина изменилась так, что теперь месса, совершаемая в субботу, уже считается такой же ценной, как и воскресная месса. Но это еще не все. Субботняя месса теперь уже может даже заменить воскресную мессу. Но ведь именно протестанты, а не иезуиты, настаивают на соблюдении воскресенья и на издании национального воскресного закона. Да, это правда. Вообще-то, все это рассчитано на то, чтобы проверить нашу способность разоблачить скрытый обман. Главный вопрос, ведь заключается не в субботе и не в воскресенье. Главный вопрос заключается скорее в личности Антихриста, чем во Дне Поклонения. Видите ли, главный конфликт сегодня маскируется и сводится к вопросу Дня Поклонения, к спору между воскресеньем и субботой. И это смещение акцента играет на руку римскому католицизму больше, чем это выгодно христианским церквам. В этом направлении идет весь процесс. Ватикан уже утвердил или одобрил официальную публикацию книги Бакиоки об изменении субботы на воскресенье католицизмом. Если Ватикан способен зайти настолько далеко, чтобы одобрить публикацию такой книги, то что, по вашему мнению, происходит? Видите ли вы суть происходящего? Если Ватикан готов зайти настолько далеко, позволив, к примеру, официальному должностному лицу в церкви адвентистов седьмого дня, автору этой книги, провозглашающему, что католики изменились с субботу на воскресенье, что изменили этот день поклонения именно они, и говорит это открыто, называя вещи своими именами, и кардиналы соглашаются с этим мнением, то что, по-вашему, они собираются вскоре сделать, соглашаясь с этой книгой? Они собираются заполучить сочувствие, преданность и симпатию всей адвентистской церкви, как они заполучили симпатию пятидесятнической деноминации и всех остальных протестантов посредством других всевозможных шагов. Тем не менее, они не отказываются от всех остальных своих позиций. Все остальные вопросы, как-то дар языков, харизматической дары, во всех остальных вопросах они поступают так, что никто не может предугадать, какой следующий шаг они предпримут. Другими словами, за их действиями не видно никакого злого умысла. Вы видите Ватикан во всей своей доброй репутации, в своих стремлениях к возрождению, признающего свои ошибки, признающего изменения субботы на воскресенье, исповедующегося в этих ошибках и обещающего совершить соответствующие изменения. Совет Ватикана предпринимает такие шаги. Мы видим, что они приняли и официально одобрили субботнюю мессу, чтобы соответствовать Библии. Если они способны зайти так далеко, вы можете быть уверены в одном, в Священном Писании, и я с этим согласен, вы не увидите, что главным вопросом будет вопрос дня поклонения. Главный вопрос значит гораздо больше, чем просто день. Главный вопрос пророчеств заключается в том, кто является Антихристом и где этот Антихрист. Как только вы начинаете видеть реальность и ясную картину, открывающуюся в этом пророчестве, все остальное в Писании становится на свои места. Но когда человек ослеплен, не зная реальности, о том, кто такой Папа, и при этом Папа раздает всевозможные милости всем динаминациям, никто не поверит в то, что Папа является таким плохим персонажем библейского пророчества. Все дело в том, что их совершенно не волнует, что будет с людьми. Неважно, кто побеждает в какой-либо войне, лишь бы эта победа содействовала их интересам. Прежде чем инициировать войну, они убеждаются в том, что они от этого выиграют после того, как она закончится. Совсем недавно они увидели, что из католической церкви уходит много празелитов в Южной Америке. Слишком много людей уходили из католической церкви, и они решили, что должны что-то сделать. Чтобы остановить этот процесс, священники обсуждали этот вопрос. Эта инициатива пришла прямо из Ватикана. Кем же стали эти празелиты? В основном они переходили к адвентистам седьмого дня. Каждую неделю от 10 до 12 общин из 100 выходили из католицизма в Южной Америке. В других странах происходило то же самое. Поэтому они решили запланировать определенные действия и довести эти решения до конца. театра в 곳е. И какие проблемы страшнее за пределами Церкви или внутри ее? Не обнаружим ли мы большое количество проблем, исходящих изнутри самой Церкви, когда задумаемся об этом проникновении в церковь. Проникновение в церкви – это реальная угроза и возможность. Но вы не можете сделать вывод о его наличии или отсутствии, не зная, о чем вы говорите. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби», – говорит Иисус. Это, возможно, значит быть немного мудрее, чем мы были несколько лет назад, чтобы не возбуждать негодование и не провоцировать конфликты. Но, однозначно, нельзя исключать хотя бы сбор информации. Не существует времени, когда этого не происходило. Если вы проведете некоторый обзор средств массовой информации, то вы обнаружите некоторую закономерность. Это касается не только газет. Вы обнаружите некоторые изменения даже в кинематографии. Много фильмов было снято, много статей написано, и много программ выпущено по радио и телевидению, много ток-шоу, которые обсуждают те же самые вопросы, которые я затронул в этих четырех частях моего свидетельства. Прежде эти вопросы не поднимались. Перед 1979 годом по этим вопросам абсолютно все хранили молчание. Ни один журналист не поднимал вопросы целебата, проблемы целебата, вопросы лесбиянства, вопросы геев среди священнослужителей, вопросы о мафии и ее отношении со священниками, епископами и кардиналами с коррупционированными священниками, о ситуации с международными банками и их связью с Ватиканом. Ни один из этих вопросов не обсуждался публично до того момента, как эти свидетельства вышли в свет. Затем журналистика и киноиндустрия начали обсуждать вопросы священников, которые порочат свою должность, вопросы кардиналов, которые не верны своему сану, вопросы священников, пользующихся служебным положением в греховных целях. Даже иезуиты были немедленно высланы для того, чтобы давать ответы на эти вопросы, но отвечать своеобразно и определенным способом. Это значит, что они не отрицали происходящее. Они признавали существование коррумпированных епископов, признавали связь кардиналов с мафией, признавали существование священников, неверных своему обету целебата, которые совершали гнусные дела и до сих пор совершают эти дела. Они признавали эти факты, но, видите ли, при этом сама церковь превозносилась. Суть и намерение их миссии было говорить католическому народу и христианскому миру. Да, это действительно происходило, но это были изолированные случаи. Это отдельные случаи, которые произошли где-то с епископом, где-то с кардиналом, где-то со священником. Они не сохранили свою верность, но дело совсем не в нашей религии, дело не в системе, дело не в нашем мировоззрении, дело не в нашей жизни, дело не в наших позициях. Вот что они говорили. Даже сегодня вы можете увидеть иезуитов, например, Хемс Кам, как немецкие иезуиты, как Малакайс Мартин. Эти иезуиты наделены священными полномочиями. Это значит, что они имеют одобрение и власть Ватикана. И также иезуитского генерала идти критиковать Папу, критиковать литургию, критиковать священников, и при этом сама церковная система от этого отнюдь не пострадает. Эти люди могут выступать, говорить об этих больных вопросах, но при этом, несмотря на все это беззаконие, на всю эту безнравственность, на всю эту испорченность и разложение, на все эти преступления, церковь-мать или церковная система, как таковая, тут совсем ни при чем. Все связано с отдельными индивидуумами в священничестве, но никак не с системой. Но, безусловно, именно система создала всех этих людей. Были ли попытки в Соединенных Штатах создать такой особый взгляд на католицизм? О, да. Применялась ли подобная пропаганда? Безусловно. И по этой причине они и достигали таких больших успехов здесь, в Соединенных Штатах, в стране с чисто протестантским происхождением и наследием, и чисто христианскими ценностями, принятыми еще в 17-м столетии, когда пилигримы прибыли на северо-восточное побережье этой страны. Но сегодня мы видим лидирующее положение Ватикана в Соединенных Штатах. Что это значит? Это значит, что произошла величайшая из всех известных миру измен и предательств в этой стране. Я имею в виду то прямое предательство и измену в этой стране, о которой свидетельствует тот факт, что ее правительство ищет связи и единство с самым большим преступником, причинившим самые массовые жестокие страдания в Европе, от которых пилигримы и переплыли Атлантический океан, чтобы прибыть в Америку. Мы уже слышали о том, что Соединенные Штаты нарушат каждый из основных принципов Конституции. И я уверен, что этот момент истории Земли недалек. Вы знаете, что неотъемлемой частью папской политики является организация под названием Инквизиция, которая действовала в Средние века и начала свою деятельность в 13-м веке при правлении Папы Винсенте III, который был самым из могущественных пап этого временного периода. Намерением Инквизиции был поиск ереси и устранение их, но методы были весьма неординарными. Один из методов было насильное принуждение некоторых христиан и целых общин отрекаться от своей веры, и эти отречения использовались для того, чтобы создать общественное мнение, которое оправдывало бы уничтожение чистых христианских церквей. Крестовые походы и расправы уничтожили миллионы людей. Мы не узнаем точного количества жертв до самого времени суда, но католическая церковь сегодня признает существование Инквизиции и соглашается с тем, что она уничтожала людей, но она ссылается на рояле и того варварского времени, говоря о том, что другие поступали так же. И, безусловно, церковь заявляет, что она сегодня уже не та, и многие протестанты верят этим заявлениям. Но вы знаете, Инквизиция все еще существует, более того, она функционирует, инструментами ее действий сегодня является верование многих церквей. Я хочу, чтобы вы послушали свидетельства доктора Ревири, который расскажет нам об Инквизиции нашего времени. В вашем обучении и в вашей жизни священника и иезуита приходили ли вы когда-либо к выводу о том, что вам могут повелеть убивать людей? Конечно, да. Клятва и присяга любого иезуита в начале их деятельности, и, возможно, вы уже знаете, что я об этом много написал в данном буклете после выпуска первого журнала моих свидетельств. Я также рассказываю об этом на своих больших и малых семинарах, когда затрагивается этот вопрос. В этом журнале под названием «Двойной крест» на одной из страниц вы можете увидеть часть клятвы и присяги, которую я принимал, обещая отнимать жизнь не только у царей и министров, правителей, мэров, сенаторов, конгрессменов, но даже и у моего отца, матери, брата, сестры и любого другого человека, который встанет между мной и интересами римской католической системы. Это значит, что даже если вы президент государства, и вы каким-то образом препятствуете исполнению целей римской католической церкви, ее стремлением к власти, то вы можете быть убиты. Мне было дана эта власть и право, а также обязанность сделать это при необходимости. Любого человека, будь то ребенок, старик, женщина, мужчина, мальчик, девочка, король или королева, независимо от того, кем является человек, когда этот человек или этот город, этот народ, эта страна противодействует целям римского католицизма или просто препятствует достижению этих целей, тем самым этот человек или государство уже навлекает на себя беду. Что, по-вашему, сегодня происходит с инквизицией? Сейчас мы не видим явные признаки ее деятельности, но мы знаем, что цели католицизма не поменялись, и жертв инквизиции можно найти по всему миру. Но, что сейчас происходит с этим подразделением церкви? Этот отдел все еще работает, так или иначе. Однажды адвентист спросил одного известного священника, «Если бы вы не были католиком, то кем бы вы стали?» Он ответил, «Если бы я не был католиком, то я стал бы адвентистом седьмого дня. Если бы я смог уйти из католицизма, то я завтра же пришел бы к адвентистам». Тогда адвентист посоветовал ему как можно скорее выйти из католицизма, чтобы присоединиться к адвентизму. Вскоре после этого, дело было весной, эти два приятеля выходили рано утром на улицу, чтобы идти на работу. Они договорились вместе завтракать в китайском кафетерии поблизости. Священник часто просил работников этого кафетерия о том, чтобы ему готовили завтрак по его индивидуальным заказам. Чарли Герберт, его приятель, спросил, «Почему он не всегда ест то, что готовят здесь?» Ведь он знает о хорошем качестве и вкусе этой пищи. Тот постоянно отшучивался, но старался не придерживаться какой-то закономерности в своих заказах. Однажды, когда он не съел и половину своего завтрака, три католических священника подозвали его к себе, чтобы в очередной раз передать ему инструкции о его действиях. Когда они ушли, Чарли Герберт посмотрел на него заинтересованным выражением лица. Священник сказал ему, «Ты не знаешь, что для меня значит эта связь с католицизмом». «Я отправлюсь в ад за все, что делаю». Я был руководящим лицом в процессе наказания людей, которые не делали того, что от них ожидал католицизм. Если ты осмотришь большие католические храмы в Нью-Йорке, то в их подвалах ты найдешь специальные комнаты на краю зданий. Мне поручалось приводить людей в эти подвалы и работать с ними, чтобы они меняли свое мнение и курс действий. Стены в этих комнатах очень толстые. В этих стенах есть специальные ниши, в которых хранились тела пострадавших от моей деятельности. Ты не знаешь, Чарли, что для меня означает членство в католицизме. Я был главным палачом в этих процессах. О любых происшествиях в этой сфере я узнаю не позднее, чем через несколько дней. Я участвовал в этих трибуналах. И я сам через несколько дней могу оказаться перед таким трибуналом в Нью-Йорке. Когда они шли к поезду, он сказал, «Чарли, если я выживу после этого, я вышлю тебе открытку с поздравлениями с днем рождения». Эта открытка так и не пришла. Я могу рассказывать вам подобные истории часами. Итак, трибунал Инквизиции действует и относится только к католикам. Он действует также по отношению к другим людям, которые могут послужить препятствием в их работе. В Мексике открылись выставки и экспозиции Инквизиции в музеях, где демонстрируются орудия пыток, которыми пользовался этот церковный отдел. И если в таких странах, как Мексика и Испания, такие вещи ценятся и выставляются на показ, то что это значит? Деятельность Инквизиции совершается даже в Америке. Я был в некоторых подвалах церковных храмов, где ведется подготовка к подобной деятельности. Я слышал даже о тюремных камерах в этих подвалах. Там есть и камеры, и остальное оснащение для этой деятельности. От Старой Инквизиции осталось очень много. Я бы сказал, что в наши дни существует новая Инквизиция, которая действует сегодня, а не просто готовится к завтрашнему дню. И действует здесь, даже в Соединенных Штатах. И так было всегда. Речь идет, впрочем, не о замене Старой Инквизиции и новой системы. Совсем нет. Дело в том, что Старая Инквизиция с годами, находясь под покровительством, водительством и поддержкой Ордена Иезуитов и Иезуитского генерала, она изменила свои средства достижения целей и свои инструменты и в определенной степени свои методы. Но Инквизиция осталась той же Инквизиции. Святой Офис никогда не закрывался на перерыв с тех пор, как он был учрежден в 13 веке. Деятельность постоянно совершается. Внутри Ватикана находится тот кабинет, который никогда не закрывается и не прекращает свою работу, действуя день и ночь. Сегодня этот кабинет имеет другое имя. Так получается, что сегодня Инквизиция имеет другое имя, другие механизмы и методы для того, чтобы судить людей и подавлять их. Сегодня методы работы более тонкие и невидимые. У меня с собой есть книга под названием «Ночная поездка из Рима», которую мы издали. Автор этой книги один из последних католических священников из Соединенных Штатов, который принял Христа и принял Его Евангелие около двух лет назад. Он связался с нами после прочтения моего первого журнала моих свидетельств. Его зовут Кларбар Фил. Он был священником в Калифорнии. Вот эта книга «Ночное путешествие из Рима». Здесь вы найдете самые неприкрытые факты об Инквизиции в Соединенных Штатах. Автор был настолько знаком с деятельностью этой Инквизиции, что он по своей собственной воле и предусмотрительности принял меры к тому, чтобы его родственники, его собственные родственники, к примеру, его мать, вовремя не сообщили, куда нужно, чтобы предотвратить его отделение от католицизма, когда он был уже готов к тому, чтобы соединиться со своим Господом и Спасителем. И эта предусмотрительность была почти пророческой, потому что сразу же после его ухода были попытки его убить. Эти попытки были предприняты иезуитами из Рима и из Детройта, штат Мичиган, в чем участвовал римский католический доктор, член ордена рыцарей Колумба. Взгляните на реальность, и вы увидите, что Инквизиция жива и действенна. Она использует другие инструменты, другие методы и даже другое имя. Сегодня они называются отделом сохранения учения и веры. Мы обучались многим различным вещам. Мы изучали химию, особенно связанную с ядами. Мы изучали военные искусства различных видов. И, безусловно, мы не должны участвовать в этом всем непосредственно. Позвольте объяснить. Иезуиты, прошедшие клятву посвящения, не должны напрямую участвовать в своих делах. Они призваны быть только интеллектуальной составляющей в подготовке различных планов. Возьмите, к примеру, покушение на жизнь Авраама Линкольна. Президент Линкольн был убит римскими иезуитами, но саму работу совершал не иезуит. Иезуит подготовил этот план и подготовил самих исполнителей этого покушения. Точно так же произошло и с президентом Кеннеди. Покушение на Кеннеди является еще одним фактом деятельности иезуитов, что можно легко доказать. Не смущает ли вас сообщение о покушениях, страданиях, убийствах, преследованиях? Это не должно вас смущать. Я помню, как римский католический священник стоял здесь в студии и говорил мне о том, что они надо мной наблюдают, и они намерены исполнить любое поручение, которое им будет дано. Я сказал ему, так давайте же стреляйте, что от этого изменится? Пока я жив, я буду говорить правду, но если я умру, то мои испытания закончатся. Каждый спасенный в небесах будет иметь определенный опыт страданий за Христа. Когда мы будем там, мы увидим шрамы, также и на руках нашего Господа. Только когда мы страдаем, мы не смущаемся от слов Христа, блаженной плачущей. В книге Откровения 12 главе 11 стихе мы читаем, «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Весть, которая нам дана, должна возвещаться нами без страха о последствиях. Божественная весть истины никогда не потерпит поражения. Мы живем во время исполнения пророчеств о заключительных событиях, которые стремительно идут к своей кульминации. Настало время для всех нас, адвентистов, проснуться и оставить все призрачные ценности этого мира и выйти вперед с этой вестью. Я хотел бы, чтобы вы очень внимательно выслушали доктора Ривира и доктора Дукса, когда они будут говорить об этом с вами». Гор, Господь, все еще контролирует все процессы. Католики все равно добьются того, к чему стремятся. Мы ничего не сможем сделать, кроме как предупредить людей, дав им возможность избрать верный путь. Будущее католицизма, согласно пророчеству 17 главы Откровения, которое Дух Святой использовал для того, чтобы убедить меня оставить эту систему, так вот, это будущее католицизма не оставляет никакой надежды. Я стал христианином, будучи в католической системе, и я хотел оставаться в этой системе для того, чтобы помогать другим людям в этой же системе и познавать истину. Но 17 и 18 главы книги Откровения Духом Святым убедили меня, что, оставаясь внутри этой системе, я не буду иметь никакой надежды кому-то послужить. Почему католики позволяют адвентистам достигать таких успехов? Потому что добрый Господь сам держит свою руку на этой церкви, управляя своим делом. Иначе все было бы решено уже давно, хотя это мое личное мнение. Но они имеют планы на адвентистскую церковь прямо сейчас. Их планы рассчитаны на то, чтобы мы сами себя ослабили. Основная весть заключается в том, что римские католики призваны выходить из Вавилона. Это Божье повеление. «Выйди из нее, народ мой». Христианам же Бог говорит словами из Пафрани и Фесянам, 5 глава, где ясно сказано «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Такова позиция христианина, и к этому ведет Дух Святой. Я бы сказал, что эти две вести являются самыми срочными для проповеденной в этом мире. Католикам выйти из нее, христианам держитесь подальше от нее, не сообщайтесь с ними. Нет никакого общения света со тьмой. Седьмой день – это истинная суббота. Бог все еще во власти, и независимо от того, что происходит, и от того, что делает католическая церковь, что делают иезуиты, каковы их планы. Бог находится за занавесом всех событий, и Он с нами. Нам нечего бояться. Особая работа совершается с целью просочиться в церкви и религиозные учреждения, так же, как и в правительство. Эта работа включает в себя колоссальное число всевозможных учреждений. С какой целью совершается это проникновение? Целью является все та же цель, которая имеет римская католическая церковь своей главной целью во все века. Просочиться, проникнуть во все сферы жизни человечества, в которые римский католицизм может взять контроль и доступ к рычагам, при помощи которых он станет мировым правительством. Это значит, что в приготовлении к владычеству над миром римский католицизм создал орден юзуитов в 1541 году. В 1541 году и в течение почти 500 лет с тех пор они готовятся к этому, проникая и пропитывая все слои общества, чтобы взять власть над миром политическим и миром религиозным. Две доктрины, позволяющие достигнуть этих грозных целей, определены в римском католицизме очень хорошо. Одна из доктрин называется учением об апостольском преемничестве. Она имеет дело с институтом папства. Вторая доктрина называется учением о временной власти. Она имеет дело с мировым правительством. Обе доктрины очень актуальны, потому что, как вы видите, папа на своей должности соответствует требованиям обоих доктрин. он не только является главой своей церкви, как он и называет себя словами Павла II, он называет себя пастором своей церкви, но он не только пастор церкви, он также является и главой своего государства, своей страны. Это значит, что он является главой политической единицы. Обе системы власти соединены в его лице. Говоря о пророчествах, мы как раз это и видим в книге Откровения, где постоянно политическая власть идет рука об руку с религиозной властью. Я был в Чикаго много лет назад. Я работал литературным евангелистом, продавая книгу «Библейские чтения» в кругу семьи. Мы вошли в один из престижных районов, где жили богатые люди и начали там трудиться. Когда я постучал в одну дверь, мне открыл католик, как я был уверен. Я предложил ему книги, и он пригласил меня войти. Как только я зашел, этот человек закрыл за мной дверь на ключ. Я спросил, зачем это нужно. Он открыл другую дверь в большую комнату для переговоров, после которой была большая столовая комната, разделявшая с этим кабинетом двойной дверью. В этой комнате совершалась большая работа. Собравшиеся были из Нью-Йорка и других районов Америки. Они планировали проведение совместной конференции и евхаристии в Чикаго, похожей на те, которые проводились в 30-е годы. Они стали общаться со мной, уговаривая меня присоединиться к ним, предлагая мне всякие возможности и преимущества, о которых вы только можете мечтать. Мне предлагали все, включая возможности заниматься научной работой. Они рассказывали мне о преимуществах, принадлежностях к католической церкви, а также о своих планах на Америку, о своих стратегиях работы здесь. Они говорили о той работе, которая уже была проведена в Америке и которая приведет к такому положению вещей, при котором эта страна никак не сможет избежать их контроля и перехода под их власть и юрисдикцию. Я спросил их о том, как они собираются завоевать юг страны, ведь там живут по большей части протестанты. Мне ответили, что юг будет усеян католическими семьями. Когда католики будут заключать браки с протестантами, их дети вырастут католиками, и спустя короткое время доля католиков будет увеличиваться, сначала до одной четверти, потом до половины, а после достижения католиками половины населения Америки, эта страна станет католической. Таков только один из методов, которые применяются католиками. Мне сказали о наличии других способов достижения этой цели. Я спросил, что будет, если люди об этом узнают, если протестантам станут известны ваши планы. Мне ответили, что это может привести даже к силовому противостоянию. Я спросил у них об их готовности к этому противостоянию. Мне поведали о наличии военной силы, о наличии и готовности надлежащих сил и средств к действию. Мне говорили о готовности к захвату власти и призывали подумать о возможности перейти на нужную сторону прямо сейчас. Я ответил им, что ничего не может склонить меня к принятию католической веры. Абсолютно ничего. Я ответил, что моя семья идет в Царство Небесное, и я также устремляюсь туда. Я также поделился уверенностью о предстоящей вечной погибели папской системы и тем, что этой системы в вечности не будет. Поэтому я очень осторожно отношусь к тому, на какой стороне. Я попросил открыть дверь и выпустить меня, поскольку я здесь был не один, и мои сотрудники знают, что я где-то здесь на случае моих розысков. Один из важных персон с ляпой кардинала встал и сказал, «Сэр, мы выпустим вас, но мы желали бы сказать вам еще кое-что. Каждый человек, родившийся в США и родившийся не католиком, занесен в нашу картотеку. Его данные записаны на белой карточке до тех пор, пока мы не решим наблюдать за ним. В последнем случае он заносится в синюю карту. Если же мы приходим к выводу о нецелесообразности вашего существования, вы заноситесь в красную карту, и вы на всю жизнь остаетесь в красной карте. Я знаю, что меня знали и за мной следили всю мою жизнь, и следят до сих пор. Я могу рассказать вам много историй, но ограничимся только этой. Да, в 1967 году ко мне пришел мой весьма вдохновленный друг. Он рассказал о своем литературном евангелизме в Индиане. Ходя от дома к дому и посещая людей, он был любезно приглашен в один дом. Дверь после его стука открылась очень быстро, и он очень этому удивился. Когда он вошел, то человек, пригласивший его, сказал, «Я знаю вас». На вопрос, что вы имеете в виду, он ответил, «Позвольте мне кое-что вам показать». Он приподнял часть ковра на полу своего дома, и под этим ковром была дверь. Он открыл эту дверь, и за ней была лестница в подвал. Хозяин дома сказал, «Я желаю вам кое-что показать». Они спустились в подвал. Там смотря на эти ящики, гость спросил, «Для чего они здесь?» В ответ хозяин сказал, «Мы знаем, кто вы такой, и я хочу спросить у вас, назовите мне любое имя любого человека, который ходит в вашу церковь». Гость назвал имя одной из своих знакомых девушек. Хозяин дома подошел к одному из ящиков, вытащил документы с названным именем и рассказал «Является членом такой-то церкви и так далее». Мой приятель широко открыл глаза и спросил, «Что все это значит? Как вам удалось собрать всю эту информацию?» Хозяин сказал о своей принадлежности к католической церкви, к особому ордену этой церкви и о том, что все люди по всей стране занесены в такие картотеки. Мы знаем, кто вы, и мы имеем более подробные сведения о вас, чем вы можете иметь о себе сами. Я просто хотел рассказать вам об этом, чтобы вы знали о наших возможностях. Мой друг в тот день, как покинул этот дом, уже не смог продавать книги в тот день, но я думаю, что как личность он уже стал более серьезно задумываться о том, что происходит. Я всегда была открытой по отношению к людям, с которыми связано по жизни. я открыта даже друзьям, не говоря уже о муже. И я была такой весь период своей совместной жизни с этим человеком, но он был не таким. Отсутствовал ли он долгий период времени? Да, отсутствовал. Он уезжал порой на 3 или 4 месяца каждый год, а порой на более короткий срок. Но его отсутствие длилось не меньше 6 недель. Он очень гневался, когда уезжал. Он говорил, что очень не хотел. Я расстраиваю его, когда спрашиваю о его отъезде и причинах нашего расставания. Он говорил, что тоже очень расстроен нашей разлукой, но ему нужно уехать. Я это было средством манипулирования вами? Да, это правда. Проявлял ли он сожаление об этом образе жизни? Не думаю. Он относился к нему как к работе. Наши близкие соседи, жившие через дорогу, знали моего мужа и знали его долгие годы. И когда мы с Джо решили повенчаться, он пытался общаться с ними. Но я не знаю, рассказывал ли он им то, что не рассказывал мне. Но эти соседи первыми сообщили мне о том, что Джо на самом деле является католическим священником. Многие мои друзья задаются вопросами о Джо. Они не задают ему их, но сами думают об этом. Они считали его очень странным человеком. Они считали странным его долгие отсутствие и разлуку со мной. Я, конечно, справлялась с этими проблемами, не зная правды, и думая, что он раздражал меня до такой степени, что я фактически содействовала его отъезду. Но на самом деле ему нужно было уезжать. Он был членом церкви. Я уверена в том, что он имел призвание, он имел свое служение и ту работу, которую ему необходимо совершать для своей церкви. Когда обрели вы уверенность в том, что вы замужем за человеком, который является католическим священником? Когда он в итоге убедил меня в необходимости повенчаться в его церкви? Я уже принадлежала церкви адвентистов седьмого дня. Думаю, что на тот момент я как раз и приняла крещение в этой церкви. Но я чувствовала, что, вероятно, было бы разумным повенчаться с ним в католической церкви. Поэтому я согласилась, и мы поехали искать священника, которого хорошо знали, чтобы обсудить тему нашего бракосочетания. мы должны были проехать в другой офис, вернее, в другую группу офисов и увидеть кардинал. И когда мы пришли для обсуждения нашего венчания с кардиналом, Джо разговаривал с этим кардиналом скорее как с кем-то младшим по званию. Я посчитала это чем-то необычным, потому что здравый смысл подсказывал мне, что люди не разговаривают с кардиналом таким образом, даже если они не католики. Я подумала, что это странно. Затем кардинал вывел Джо в другое помещение, скорее всего для того, чтобы поговорить с ним наедине без меня. И тогда я поняла, что он был католическим священником. Он тогда сказал мне, что он собирается как это называется у них, он сказал, что собирается отстраниться, отойти от этих дел. Я подумала, что это странно слышать от человека, посвященного своей церкви, отстраниться. Затем я узнала о том, что они на самом деле обсуждали служение священника. Я выбросила бумаги и сказала, что с меня хватит, что я отказываюсь от своих намерений и не собираюсь венчаться. Что вы слышали о служении священника? Я слышала различные мнения и точки зрения на эту тему, что сформировало некое смутное представление, но я знала, что в тот день они обсуждали служение священника и имела об этом определенное представление. Сколько времени вы уже были женаты на тот момент? Думаю, что лет шесть. Я выбросила бумаги. Все, что я здесь имею, это то, что я смогла собрать позже. Интересно, что у меня пропали даже бумаги, свидетельствующие о моем разводе. Я не знаю, что случилось с остальными бумагами, но это не секрет, что они были здесь у меня. Я не знаю, что с ними случилось, включая свидетельство о разводе. Остались ли у вас какие-то фотографии, Джо? У нас было очень много фотографий, но много фотографировались. Что же с ними случилось? Они куда-то пропали, я не знаю, где они. У меня совсем не осталось фотографий на сегодняшний день. Это он забрал все фотографии? Я не думаю, что это он. Мне не верится в это, но кто знает. И у вас не осталось ни фотографий Джона сегодняшний день. Нет, ни одной, совсем нет. Вы как-то говорили, что в ваш дом проникли и украли эти фотографии. Да, некоторые вещи унесли из дома, их выкрали. Кому могли понадобиться фотографии? В коробке с фотографиями было что-то еще, я в этом уверен. Но даже если это не так, то кто знает, что произошло? Это не поддается объяснению. пропало не так много вещей. Даже фотографии моих детей пропали. Он что-то говорил о Гитлере, не так ли? О, да. Что он говорил о Гитлере? Он говорил, что Гитлер был одним из самых плодотворных их сотрудников. Муссолини, по его словам, также был ревностным католиком. Он также упоминал и мафию, говоря о лучших представителях церкви. Когда я показала ему приобретенную мною книгу, написанную Самуилом Бакиоки, он сказал, да это же наш человек. И еще он сказал, обрати внимание на то, где эта книга была издана. И он открыл страницу с этой информацией, где было написано «издано в Риме». Он обратил мое особое внимание на этот факт. Не имеете ли вы в виду, что он упоминал Гитлера и Муссолини в то же время, что и Самуила Бакиоки? Я не уверена в этом. Не могу точно сказать. Не думаю, что это было в одно и то же время. Как вы себя чувствовали, когда слышали эти слова? Не склонялись ли вы к мысли о том, что он шутит с вами? Да, я часто думала, что он просто забавляется, и поэтому я задавала вопросы о сказанном. Но после этого я понимала, что с шутками это не имело ничего общего. Однако постоянно было такое чувство, что он шутит. Джо был очень сдержанный человек, и не всегда было понятно, что он шутит. Это было к тому же редко, он был очень серьезным человеком. Он имел внутри себя постоянное осознание серьезной миссии, которую ему предстояло исполнить. Я живу в городе Пасадина в Южной Калифорнии. Это всего лишь в нескольких милях от Гриндейла, где Моуэц проповедовал субботними вечерами и рассуждал о таталической церкви, о числе 666, о том, как язычество проникло в церковь. Его сведения были чрезвычайно интересными. Даже сегодня я вижу исполняющимся некоторые его предположения. Он имел с собой распечатанные схемы и рисунки, которые он скопировал из своих публикаций и раздавал людям. Я знаю, что он провел большое исследование. Когда он вернулся в семинарию, он взялся за изучение связи между числом 666 и римской католической церковью. Когда он пошел в семинарию, некоторые там говорили, мы знаем, что среди нашего персонала присутствуют иезуиты, и мы полагаем, что нам известно, кто это. Спустя короткое время, Мол также говорил, что ему известен ответ на этот вопрос. Однако он продолжал свое исследование. Он собирал сведения из книг, которые были напечатаны в Риме католической церковью, и эти сведения он имел на своих копиях, которые раздавал. В самый разгар своего исследования он взял образцы этого изумительного материала и принес их к одному из лидеров семинарии в Вашингтоне, чтобы показать результаты своих исследований. Руководитель семинарии, даже несмотря на эти бумаги, сказал, «Брат Уэтс, это исследование не для вас». Но взгляните на то, что я нашел, это все правда, это доказано, вот фотографии, вот оригиналы текстов, нет никаких сомнений. В ответ он услышал то же самое, «Брат Уэтс, этот материал и этот предмет не для вас». Он был очень расстроен, он пошел к своему ректору, который был профессором истории, и показал ему свои находки. Профессор пожелал ему написать статью об этом. Но Уэтс сказал, «К сожалению, в разговоре с таким-то и таким-то руководителем, назвал его имя, мне было сказано, что мне запрещается продолжать изучение этой темы, поэтому я не осмеливаюсь написать об этом статью». Спустя время некоторые из его друзей сказали ему, что если он не изменит тему своих исследований, то он никогда не кончит этот университет. Его ректор также сказал об этом. Поэтому он изменил тему на менее издательства сложились так, что этот руководитель был вызван в Европу на год и в течение этого года Мол был выпущен. Поэтому издал свои статьи. После этого данный руководитель умер. И его самый близкий друг однажды разговаривал с доктором Молом и сказал, «Я точно знаю, что этот руководитель был иезуитом, потому что я был ему близким другом, и я знаю об этом точно». Мол был хорошим студентом. Я вспомнил о нем, когда услышал аудиозапись его выступления и узнал его голос. Это был волнующий опыт. Я рад был услышать снова его голос, потому что я с радостью слушал его выступление. Он хорошо учился, имел хорошие манеры, был настоящим ученым. Он несомненно был большим приобретением для этого общества. Предмет проникновения иезуитов в протестантской церкви, когда бы этот вопрос не поднимался, он часто игнорируется, отклоняется и замалчивается при первом же своем появлении. По какой-то причине немногие желают даже думать об этом. Но я хочу вам рассказать реальную историю, происшедшую в 1939 году в учреждении, принадлежавшем церкви адвентистов седьмого дня. Это был миссионерский колледж Вашингтон, расположенный в таком парк Мэрилен. Эта история была рассказана мне доктором Уилкенсоном, который был президентом этого колледжа с 1935 по 1945 год. Доктор Уилкенсон рассказал мне, что он разоблачил иезуитского священника, проникшего в колледж еще в то время, в 1939 году. Вот как это произошло. Совет этого учебного заведения принял на работу нового преподавателя библейской дисциплины. Этот человек преподавал библию студентам последних курсов в колледже около пяти месяцев. Доктор Уилкенсон всегда поощрял политику открытости в колледже. Он также содействовал уверенности студентов в надежности колледжа, особенно студентов теологии. Некоторые из этих молодых людей пришли к нему спустя четыре или пять месяцев и сказали, доктор Уилкенсон, наш новый преподаватель, учит совсем другому, чем учите вы, преподавая библейские дисциплины. Мы некоторые вещи не понимаем. Он сеет в классах определенные сомнения насчет наших теологических основ, насчет наших доктрин. И эти сомнения никак не разрешаются, они как бы зависают в воздухе. Они имели много вопросов, на которые доктор Уилкенсон не мог ответить. Это вызвало подозрения со стороны доктора Уилкенсона по отношению к данному преподавателю. Учителя имели в данном учебном заведении свои почтовые ящички, куда вкладывались письма и корреспонденция для этих учителей. работники факультета приходили и забирали свои письма из этих ящиков. Однажды утром Уилкенсон увидел конверт в ящике нового библейского учителя. Письмо было довольно объемным, прямоугольной формы. Оно было похоже на письмо какой-то организации. Когда почтальон окончил сортировку писем и вышел, доктор Уилкенсон взял это письмо из ящика. Взглянув на него, он обнаружил, что обратный адрес принадлежал одному колледжу, который был иезуитским колледжем. Этот колледж был недалеко от миссионерского колледжа в Вашингтоне. Он взял это письмо и открыл его. Это безусловно было незаконным действием. Но когда речь идет об иезуитском ордене, то мы знаем о многочисленных беззакониях этой организации, совершенных в свое время. Покушения на царей и государственных деятелей были далеко не самыми большими в этом списке. Иезуитский орден имеет девиз «Цель оправдывает средства». Уилкенсон в данном случае решил открыть это письмо. Он решил, что если в этом письме не будет ничего подозрительного, то он снова закроет его и положит на место. Но открыв письмо, он нашел внутри него распоряжение и инструкции от вышестоящего лица для этого преподавателя, в которых ему говорилось о методах и предметах проповедования и обучения в своих классах библейских дисциплин на предстоящие несколько месяцев. доктор Уилкенсон забрал письмо, пошел к себе в кабинет и вызвал к себе этого учителя. Он сказал преподавателю, «У меня на столе письмо для вас. Возьмите его. Мы знаем, кто вы и мы знаем, для чего вы здесь. Вы иезуит. Не правда ли? Молодой преподаватель взглянул на доктора Уилкенсона, забрал свое письмо, повернулся и вышел. Больше этого человека никто не видел. Он даже не пришел забрать свою зарплату. Он покинул студенческий городок в тот же час. Когда я работал детективом Вашингтоне во время Второй мировой войны, я поехал домой в Александрию, штат Вирджиния, из Вашингтона, и по дороге мне встретились два богослова, голосующие в попытках доехать куда-то на попутных машинах. Я решил подобрать их и расспросить об их исследованиях. Когда они заняли свои места, я спросил, вы ребята из университета в Джорджтауне, и вы учитесь на священников, не так ли? Они говорят, нет, мы не учимся на священников, но вы же богословы из университета Джорджтаун, что же вы в таком случае изучаете? Они говорят, мы англиканские братья. Я говорю, в церкви нам никогда не рассказывали об англиканской церкви. Я немного знаю о них. Мне интересно, чем они занимаются и для чего они существуют. Они говорят, мы изучаем методы работы с протестантскими церквями, чтобы помочь им понять, чего от них требует Вселенская Церковь, чтобы они могли сотрудничать с ней и она с ними. И я спрашиваю, сколько же человек изучают эти вопросы? Они отвечают, около 780 человек. Я спросил, сколько человек оканчивает обучение? Они говорят, приблизительно столько же, около 780. От 700 до 780. Я спросил, сколько человек окончило обучение в прошлом году? Они ответили, сколько человек, я спросил, окончило на год раньше? Они ответили, я посчитал общее количество выпускников и получилось, что 3800 человек на тот момент уже выпустились и приступили к своей деятельности. Я спросил, что вы делаете по окончании колледжа? Они говорят, во-первых, мы узнаем, сколько человек, по нашим данным, закончит свое обучение в следующем году. На следующий год студентов будет около 900. И что же вы делаете после выпуска? Во-первых, мы изменяем наши имена. Затем, изменив имена, мы направляемся в различные церкви. Я спрошу, что же вы делаете, когда приходите в церковь? Они говорят, во-первых, мы присматриваем какую-нибудь молодую красивую девушку с хорошей репутацией, а затем мы женимся на ней. После этого мы направляемся в протестантскую семинарию, где изучается теология, и выходим из нее служителями протестантами. После этого мы пытаемся достичь как можно более высокого положения в церковной карьере, чтобы получить наибольшее влияние. Я спросил, все ли вы работаете в одной и той же местности? Они говорят, нет, но мы все проникаем в церковь, чтобы получить возможность управлять церковными процессами, и таким образом направить церкви в нужное русло. Итак, эти студенты были римскими католиками. Насколько я знаю, эти студенты были иезуитами. Они проникают не только в сами протестантские церкви, но и в церковные колледжи и университеты. Один из тех, кого я знаю, стал преподавателем в методистской церкви, и через него проходило много учеников, подобно картам в колоде. Они не брезгуют никем и ничем, чтобы достичь своих целей. Некоторое количество лет назад, когда мой отец впервые приступил к служению как пастор Арабито, он был послан генеральной конференцией в город Рино, штата Невада, где было первое служение среди итальяноязычного населения. К тому времени некоторые люди мигрировали с восточных районов и заселили Запад, особенно район города Рино, поэтому была нужда отправить туда молодого служителя. Мой отец проявил готовность и желание посвятить свое время и силы этому служению, как мой молодой служитель. Он был послан в Рино, Неваду. Оттуда его послали согласно с нуждой, возникшие после этого, когда у него в общине уже было 40 или 50 человек, нужда в таком служителе появилась в Сан-Франциско. безусловно, он всегда был готов, желал он этого или нет, был готов поехать туда, куда его посылали. Призыв поступил, и он поехал в Сан-Франциско, чтобы трудиться там среди итальяно-язычного населения. Конечно, в то время они уже имели какое-то представление об иезуитах и об их планах, а это было давно. Так или иначе, потрудившись там, он получил призыв переехать в Окленд, чтобы трудиться там среди итальяно-язычных людей. Ему сказали, что он будет трудиться бок о бок с человеком по имени Кальдерони, пастором Розарио Кальдерони, который возглавлял всю работу в том районе. Мой отец поехал и трудился под началом пастора Кальдерони. Он какое-то время работал там в Окленде, приводя людей в церковь, изучая с ними Библию, и многие души были крещены в то время благодаря его труду, который он совершал в той местности. В то время он подружился с пастором Кальдерони. Однажды пастор Кальдерони признался в том, что он был обучен и подготовлен в колледже, в Римском католическом колледже в Италии, и он должен был стать иезуитом. Он признался уже в то время, что он подготовлен иезуит. Он сказал, что он отошел от этого ордена и стал адвентистом, потому что он понял факт отсутствия истины у иезуитов. К счастью, мы все ему поверили. Но вскоре после этого, как отец, был переведен в другую местность, чтобы послужить небольшой церкви в этом районе, куда он и направился, и, конечно же, все это время он служил под управлением пастора Розарио Кальдерони. Тогда он и понял, что в служении этого человека что-то не так. В то время пастор Кальдерони к неведению моего отца постепенно уничтожал все наши труды, которые совершились среди итальяноязычных людей. Люди приходили и жаловались, что много денег направляется к этому пастору и спрашивали о судьбе этих пожертвований. Этот пастор посещал многих и клеветал на многих молодых служителей, которые, подобно моему отцу, недавно познакомились с истиной. Многие из этих молодых служителей в то время оставили свое служение один за одним, приводя различные причины и объяснения этому выбору. В конце концов, выяснилось, что Кальдерони в разговоре с пастором Хаусфиком, отвечавшим в то время за работу с иностранцами, услышал вопрос этого пастора о том, почему это происходит. Церковь была просто обескуражена этим. Мы не знали, что и думать до поры до времени, пока не поняли, что это происходило под данным причинам и начали предполагать, что пастор Кальдерони все еще служил иезуистскому ордену. Все указывало на этот факт, потому что в противном случае работа бы продвигалась с большим успехом, с большим успехом, как и раньше. Друзья, я могу рассказать вам только об одном случае, но я, конечно, знаю и много других инцидентов. Если один человек способен настолько повлиять на нашу работу и свести на нет весь труд итальяно-язычного среди итальяно-язычного населения, то нетрудно представить последствия деятельности многих таких людей, а такая деятельность совершается и поныне. Это был мой отец Джон Арбида, который был отстранен от служения в результате деятельности иезуитов в церкви адвентистов седьмого дня. Адвентистам нужно пробудиться, время коротко. Какие организации сегодня находятся под контролем ордена иезуитов и других учреждений католицизма? Какие силы и структуры находятся в их руках, чтобы послужить средством в их последней попытке завладеть миром? Мы можем кое-что понять, когда взглянем назад в историю на Совет Трент, проходивший в 1540-х, 50-х и 60-х годах. В течение тех лет были разработаны клятвы и присяги, которые применялись в этих секретных орденах, чтобы взять под контроль систему образования протестантов, чтобы контролировать их учебное заведение, церкви, а особенно, чтобы уничтожить авторитет Библии с созданием огромного количества переводов, уничтожить европейскую монархию, уничтожить национализм, чтобы создать новые календари с использованием астрономии и астрологии, которые в конечном итоге лишат субботу ее святости и перенесут эту святость на воскресенье. Они также собирались завладеть миром бизнеса, интернациональными взаимоотношениями. Они намерены завладеть системой банков, завладеть иудаизмом, завладеть движением сионизма. Они желают создавать политические противостояния, хаос, и все это с одной-единственной целью, с целью мировой власти католицизма. Послушайте следующее. Я обучал и подготавливал людей в различных иезуитских организациях, таких как Синья Армия и другие организации специального назначения. Я многих людей подготавливал и рассказывал, как они могут стать баптистами, как они могут стать адвентистами, как они могут стать методистами, как они могут стать пресвятерианами, как им стать пятидесятниками и всеми остальными представителями религий, чтобы они могли проникнуть в эти организации. Я бы хотел задать вопрос, и думаю, что для этого как раз настало время. Не имеет ли организация «Синяя армия» какое-то отношение к организации под названием «Фатима»? Да, это верно. «Синяя армия» содействовала развитию этого культа, этого сатанинского культа здесь, в Соединенных Штатах. В каждой стране римский католицизм способствует развитию этих движений до такой степени, что они чрезвычайно искажают истину. К примеру, то же представление о Марии, которое противоположно библейской истине, об истинной Марии, которая описана в Евангелии. Католики открывают перед подобными организациями путь для развития и роста. «Синяя армия» больше всего содействовала развитию культа, исказившего истину о Марии здесь, в Соединенных Штатах. У иезуитов есть отдельные, но подконтрольные им организации. Есть масоны, есть иллюминати, есть движение «Новый век», есть трехсторонний союз, есть так называемый римский клуб и многие другие. Организации и клубы, которые так или иначе содействуют и исполняют планы иезуитов в их сфере и области жизнедеятельности, будь то тайные или публичные организации. Иезуиты нуждаются в контроле различных областей, сфер и людей, и таким образом они подготавливаются к установлению тотального контроля с помощью этих организаций. Помимо этой задачи, они имеют планы на установление того, что они называют христианской демократией. Эта система отношений еще одной детище организации под названием «Опустеи». Данное слово происходит от латыни. Латинское определение этого латинского термина «работа Божья» означает. То есть слово «опустеи» состоит из двух частей или из двух слов. Первое слово «опуст» означает «работа» или «дело», а второе «теи» означает «бог». Получается «опустеи» – «дело Божье». Совет Трент в свое время был проведен под контролем иезуитов, да. Как насчет Ватикана 2? Есть ли между этими советами какая-то связь? Да, связь весьма и весьма пророческая. Я был на этом событии, и я думаю, что тут нет ничего загадочного. Эта связь настолько пророческая, что когда состоялся Совет Трент, это был первый совет, которым управлял орден иезуитов. Совет в Ватикане проводился тем же самым орденом иезуитов с тем же самым намерением. С таким же намерением. Вы знаете намерение и цель Совета Трент. Целью Совета Трент была контрреформация. Но каким было намерение Совета Ватикана 2? Целью была еще одна контрреформация, но называлась она уже словом «возрождение». Вы теперь видите, в чем дело. Изменению подверглось имя, но намерение осталось прежним. Добавилась больше загадочность. Контрреформация была принята как цель на Совете Трент. Полная контрреформация совершалась по решению Совета Трент. С того времени и до сего дня Совет Ватикана 2 выступил с инициативой возрождения. Это был второй шаг. И я бы сказал, последний шаг в процессе контрреформации. А как насчет харизматического движения? Какая с ним есть связь? Харизматическое движение служит не одному, а нескольким намерениям и планам. Мы уже говорили о движении в пользу смещения суббота на воскресенье и о том, что различные динаминации имеют дело с какими-то конкретными вопросами. Харизматическое движение играет свою роль, потому что оно используется по одной причине. Иезуитам нелегко было работать с пятидесятническими динаминациями. Это был крепкий орешек. Даже несмотря на то, что пятидесятникам предлагалось участвовать в экономическом движении еще со времен Второй мировой войны, поскольку это движение началось еще тогда, весь, ведь Всемирный Совет Церквей начал свое существование при поддержке иезуитов в Европе в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, или во время ее окончания, уже тогда иезуиты неустанно трудились для объединения всех протестантов Европы. И эта деятельность привела к созданию Всемирного Совета Церквей и экуменического движения. Сегодня харизматическое движение служит этим целью. Пятидесятники, которых трудно было привлечь к экуменическому диалогу, уже привлечены к нему посредством так называемых харизматических даров. Мы были в Лондоне, в аэропорту, и видели там человека в униформе, которую носят католические священники. Он вел себя не так, как мы привыкли видеть дружелюбных и добрых священников. Он вел себя очень загадочно и странно. Люди чувствовали это. Я не надеялся увидеть его снова. Но в Балтиморе, в аэропорту, в месте получения багажа, я обернулся и увидел его рядом со мной. Я повернулся к нему и сказал, «Здравствуй, приятель. Вы иезуит, не так ли?» Он ответил, «Да», с большой улыбкой на лице, показав все свои зубы. Он был очень доволен собой. Я спросил, «Послушайте, я очень интересуюсь иезуитами. Я читал кое-что о них. Что вы думаете о так называемом Совете Трент? Для чего он был создан? Что вы думаете о проникновении иезуитов в протестантизм, об их деятельности посредством таких организаций, как Иллюминати, о теории футуризма, о тайном плане захвата контроля над протестантскими церквями? Я задал ему много вопросов и увидел своего рода метаморфозу в его поведении. Мгновенно его лицо стало грубым, улыбка куда-то делась. Он взглянул мне прямо в глаза и сказал, «Вы кое-что уже знаете, не так ли?». Он не ожидал таких вопросов. Я сказал ему, что я один из протестантов, которые серьезно задумались над этим. Он увидел меня осведомленного в некоторых вещах, и поэтому он мог представить себе и других протестантов, которым известно многое и которые не собираются молчать. Эта ситуация была просто изумительной. Изменение в его поведении и выражение лица свидетельствовало о том, что он считал себя находящимся в полной безопасности, и вдруг он понял, что их секреты и тайны совсем не являются недосягаемыми для других. Я этого никогда не забыл. Считаете ли вы ордены иезуитов так называемым тайным обществом? Да, это общество можно считать тайным обществом, с той точки зрения, что ордены иезуитов, вернее то, что вы и остальные люди о нем знают, не являются подлинной информацией и подлинным орденом иезуитов. Это значит, что даже не все иезуиты в самом ордене иезуитов знают все секреты и тайные планы, которые существуют в тайных обществах, их тайного ордена. Спиритизм и папство связаны друг с другом теснее, чем ваши два пальца на руке. Что можно сказать о культе под названием Фатима? Этот культ, поддерживаемый римским католицизмом, по всем признакам, сегодня проявляет негативизм по отношению к католической церкви. Они называют папу, который сегодня у власти, антихристом. Дело в том, что сатана пытается привлечь как можно больше людей на свою сторону. И особого успеха он достигает, создавая что-то новое. Он способствует созданию различных новых культов и обществ. Вот почему вы наблюдаете такое большое количество церквей, культов и тому подобного. Если он не может привлечь человека в одно общество, он привлекает его в другое. И самым эффективным его инструментом является телевидение. Сатана управляет всеми этими разнообразными организациями. Католическая церковь самая развитая и большая из них. У него также есть и другие, чтобы содействовать его планам. И в некоторых случаях его целям содействуют даже противоположные друг другу организации. Удачи! Удачи! Продолжение следует...